Информации по-прежнему было недостаточно. Линк пока не мог ничего сделать. Продолжай, приказал он. После ухода бога предки воспользовались магией, данной богом, и быстро достигли вершины мира. Вначале многие верили, что бог вернется, и предки лишь временно стерегли мировой порядок от его имени. Таким образом, в мире было очень тихо, и все жили счастливо. Однако бог так и не вернулся. Время прошло, и порядок распался. Около 9.00 лет назад в Федоре разразилась Первая Магическая Война. Бесчисленные могущественные маги короновали себя как магические короли. Они сражались друг с другом, чтобы вырвать скипетр, данный богом. Темные века длились 30 лет. Период был известен как Война Королей. О, это легенда или история? Линк заинтересовался. Это настоящая история, сказал Додара. Где доказательства? Линк спросил. Додара был не только волшебником, но и ученым. Он знал все об истории Федоры. Как только Линк спросил, он ответил. На континенте много древних реликвий. Самая известная из них – это платформа звездочетов на юге. Древние ученые наблюдали там пути звезд. Есть знаменитая настенная роспись под названием «Рассвет богов». Под ним находится эпическая пойма из 5389 древних слов, в которой подробно описана Древняя война. Есть также три вечных магических печати на платформе звездочетов и пять окаменелых тел. Все это доказывает, что война королей действительно произошла около 9000 лет назад. Согласно моим исследованиям, конкретное время должно быть около 9155 лет назад. Это был подробный ответ. Услышав это, Линк почувствовал, что должен посетить платформу звездочетов. Конечно, перед выходом он должен был узнать как можно больше о магии этого мира. Размышляя об этом, Линк сказал, продолжая рассказ, после этого мне нужно узнать о вашей магии. Как пожелаешь, мастер. Додара продолжал читать. В то время как Линк был сосредоточен на изучении специфики Федоры, Глинн сбежал с Франкланом. Он пробежал более 1000 миль без остановки и, наконец, вздохнул, достигнув сердца Тройского королевства. Как только он собирался отдохнуть, с неба донесся голос. Стой, демон. Глинн посмотрел вверх. Защитник Ромеон бежал в том же направлении. Теперь он выглядел немного жалким. Его одежда была порвана, а его безупречные волосы растрепаны. Было очевидно, что случившееся нанесло удар по его уверенности. Защитник, я всего лишь тот, кого вызвали из другого мира. Почему ты не можешь отпустить меня? Глинн был напуган. В конце концов, защитник был легендой. Если бы они начали сражаться, он бы не справился. Ромеон покачал головой. Нет, нет, нет. Я знаю, что у тебя есть другие планы, но я не ищу неприятностей. Я хочу знать подробности о Черном Драконе. Его сила шокирует. Он превосходит всех существ, которые появились в истории Федоры. Даже древние магические короли не могут достичь его уровня. Он не может быть безымянной фигурой. Демон, расскажи мне свое прошлое. После этого Глинн почувствовала облегчение. Если бы этот парень действительно хотел устроить проблемы, Глинну было бы действительно трудно. Так все было намного лучше. Хотя он не мог сказать много о лорде Ферде. В противном случае, судя по их разговору ранее на поле боя, кто знал, что произойдет? Размышляя об этом, Глинн сказал. Защитник, раньше я слышал только о его имени. Он действительно могущественный, но я впервые с ним сражался, как и ты. Да. Ромеон покосился на Глина с лицом, полным подозрений. Глинн видел такое подозрение много раз прежде. Его внутренний голос кричал. Этот проклятый лорд Ферде совершенно разрушил доверие защитника к нему. Защитник уже начал сомневаться в Глине и постарается подтвердить его сомнения. Если добавить к этому факту двух предателей демонов, они, вероятно, скоро будут разоблачены. На этом этапе миссию Назамы было бы невозможно выполнить. Самым мудрым было бы отказаться от вызова и вернуться в пустоту, чтобы начать с нуля. Вполне возможно, что он будет жестоко наказан, но это было все же лучше, чем потерпеть неудачу и умереть здесь. Глинн был решительным человеком. Как только он примет решение, он сделает это немедленно, без каких-либо задержек. Конечно, он должен был найти подходящий момент, чтобы покинуть это царство. Но так как у него было хоть какое-то решение, он более не чувствовал, что его рвет изнутри. Защитник, пробормотал он. Из всех слухов, которые я слышал о Черном Драконе, он жестокий и хитрый парень. Возможно, ты думаешь, что он разумен, и с ним можно договориться. Но когда он вырежет 100 000 жизни в этом мире, ты пожалеешь об этом. Но из-за него в этой битве погибло менее 20 человек, сказал Ромеон, теряясь между доверием и недоверием. Менее 100 человек получили ранение. Это не соответствует званию жестокого тирана. Ха, я лишь передаю, что я слышал. Веришь ли ты мне или нет, это не мое дело. Если осмелишься, можешь пойти в долину, чтобы спросить его лично. О, я больше не могу оставаться в этом мире. В конце концов, я просто вызванный гость из другого мира. Тогда ты можешь идти. Спасибо за информацию. Кроме того, тебе не рады в этом царстве. Не возвращайся. Если я встречу тебя снова, я уничтожу тебя. Глин пожал плечами. Я надеюсь, мы никогда не встретимся. Ромеон недолго думал. Видя, что он не получит больше информации от демона, он повернулся, чтобы уйти. Возможно, пришло время отыскать этого черного дракона, подумал Ромеон. Он не нанес большой ущерб и просто вернулся в горы. Боевые действия могут быть отложены на время. Он должен по крайней мере выяснить мотивы врага. С другой стороны, вскоре после того, как он ушел, Глин схватил мага Франклана за шею. Смертный, прости, но ты мне больше не нужен. Ты. Франклан был шокирован. Послышался хруст, и шея Франклана превратилась в кашу. Он был убит мгновенно. Он был главным призывателем Глина. Когда он умер, Глин почувствовал, что сопротивление царства против него значительно возросло. Его сила 9го уровня теперь была только 6го уровня. Но это не имело значения. Он не собирался оставаться в этом мире. Глин наложил заклинание портала царства. Вспыхнул белый свет. Глин почувствовал, что вырвался из этого проклятого царства. Все было размыто. Через несколько минут перед ним появился темно-зеленый пар. Он вернулся в море пустоты. Ничто больше не ограничивало его, и его сила вернулась к 15-му уровню. Сила пустоты устремилась к нему, но он легко остановил ее. Через некоторое время вокруг него появился огромный диск. Под ним была мигающая пространственная координата. Глин немедленно отправил его местоположение. Вспыхнул белый свет, и он вернулся в ковчег пустоты. Раздался голос Назамы. Глин, ты сильно разочаровал меня. Глава 642. Бог разрушения. Глин обернулся и увидел, что Назама смотрит на него со своего черного скелетного трона. По обе стороны от его трона стояли 10 или около того демонов. Все они были самыми доверенными подчиненными Назамы. Некоторые из них даже метили на позицию Глина как второго в команде Назамы. Толпа демонов злобно улыбалась ему. Сердце Глина забилось как бешеное. Его ноги подкосились, и он бесцеремонно упал на колени. Мастер, я вас умоляю. Пожалуйста, позвольте мне объяснить, через что мне пришлось пройти в этом мире, прежде чем вы накажете меня. Говори же, сказал Назама. Он всегда был разумным человеком, и Глин был также одним из его самых компетентных подчиненных. Глин облегченно вздохнул. Затем он начал рассказывать о том моменте, когда он и его два подчиненных были вызваны магами Троймовых царства. Появление защитника, за которым впоследствии последовал черный дракон Линк. И наконец, как черный дракон легко поставил Тройскую армию на колени. Он ничего не упустил, и он подробно описал уровни силы всех вовлеченных сторон и то, что произошло во время битвы с черным драконом. Когда он закончил, Назама нахмурился. Ты сказал, что он просто стоял там, полностью игнорируя заклинание 10го уровня. Ты уверен, что он заранее не наложил на себя защитное заклинание? Нет, я внимательно наблюдал за ним все время. Я не чувствовал никакой магической ауры от него. Я уверен в том, что видел заклинание просто соскользнуло с него, как капли дождя. Глин был волшебником 15 уровня. Хотя его сила была подавлена, его когнитивные навыки не были затронуты. Вещи выглядели скверно. Тот факт, что заклинание 10го уровня никак не повлияло на Линка, говорит о том, что он теперь более могущественен, чем кто-либо ожидал. Даже Назама не мог добиться такого свершения. По словам Глина, Назама подсчитал, что его сила будет снижена до уровня 10, если он войдет в это царство без какого-либо призывателя, который разделит с ним бремя отторжения со стороны измерения. Он будет уничтожен даже магической атакой 10го уровня. Назама беспокойно постучал пальцем по одному из подлокотников своего трона. Все остальные демоны затаили дыхание, опасаясь, что их вдохи могут отвлечь их хозяина. Глин остался стоять на коленях, даже не решаясь вздохнуть. Теперь его сердце колотилось в ожидании наказания, которое Назама приготовил для него. Секунды прошли мучительно. 10 минут спустя Назама снова заговорил. Лорд Ферди не перестает меня удивлять. Я полагаю, у него все еще есть несколько хитростей в рукаве, если он думает, что он может рискнуть и выйти в море пустоты в одиночестве. И теперь он спрятался в этом захолустном царстве. Зная его, он может оставаться там еще лет сто, если ему придется. Схватка с ним, возможно, не будет мудрым шагом. Если это так, мы просто должны вернуться к нашей предыдущей цели. Найти печать света. Да, мастер, все окружающие демоны подхватили. Назама снова посмотрел на Глина. Что касается тебя, Глин, ты был моим верным слугой, возможно, в 10 раз более преданным, чем эти предатели Голлиганя. Ты также намного умнее этих двоих. Ты доказал, что являешься бесценным активом. Встаньте. Ты не виноват в провале этой миссии. Глин был в восторге. Большое спасибо, мастер. Большое спасибо. В прошлом Назама обычно назначал какое-то жестокое наказание, чтобы разобраться с теми, кто подвел его. Это был первый раз, когда он простил кого-то за неудачу. Казалось, Глин сделал правильный выбор. Назама повернулся и посмотрел в один из иллюминаторов на борту ковчега пустоты. Огромное царство мелькнуло вдалеке от ковчега. Он ухмыльнулся. Еще один мир, ожидающий моего покорения. Я еще приду к тебе. Ковчег пустоты издал тихий гул, поворачиваясь к этому новому царству. Именно тогда случилось нечто. Темный наставник Мизин закричал. Мастер, что-то сдерживает ковчег пустоты. Мы полностью парализованы. Что? Что ты сказал? Назама был ошеломлен. Даже он не смог бы задержать такое огромное судно. Кто мог быть достаточно могущественным, чтобы остановить весь ковчег пустоты? Он немедленно отдал свой приказ. Активируйте темный яд. Мы сожжем кого угодно, до хрустящей корочки. Прежде чем он успел закончить предложение, в судне эхом отразился шелковистый голос. Назама, так ты относишься к друзьям? Пока Назама ломал голову над тем, кем он может быть. В салоне мелькнуло темно-красное изображение. Сначала изображение было размытым. Затем оно собралось в форму агата ноги. Нага несколько напоминала жрицу Малину. Покрытая слоями ауры разрушения, она источала аскезу, которой не было у Малины. Глядя на нее, Назама резко вздохнул. Он встал, сделал несколько шагов вперед, а затем низко поклонился Наге. Возвышенная, я не ожидал встретить тебя здесь. Эта нога была богом разрушения. Она появилась перед Назамой в ее истинной форме. Слабой ауры, которую она излучала, было достаточно, чтобы задушить каждого демона на борту ковчега пустоты. Даже у Назамы было впечатление, что она в любой момент раздавит его. Смертный в лице легенды был сродни муравью, которого собирался растоптать слон. В море пустоты Назама чувствовал себя ничтожным, как муравей, перед лицом божественного мастера, бога разрушения. И я не ожидала, что ты будешь здесь проплывать, сказал Нага, посмеиваясь. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на царство за иллюминатором. Я предполагаю, что он где-то там. Да, да, так и есть. Назаме даже не пришлось угадывать, о ком она говорила. Нага холодно улыбнулась. Это царство кажется сильным. Однако оно все еще молодое, и большинство его законов далеко не совершенны. Насколько я знаю, оно не находится под защитой какого-либо бога. Я открою портал для вас всех. Вам нужно пойти туда и вытащить его наружу. Назама была задачен ее предложением. Что насчет отклонения царства? Оно будет, но я возьму на себя большую его часть. В результате у тебя будет сила уровня 14. Не говори мне, что ты не сможешь справиться даже с такой простой задачей. Если бы нога пришла к нему раньше с такой договоренностью, Назама не колебался бы, чтобы вырвать лорда Ферди из царства, в котором он теперь скрывался. Однако, услышав рассказ Глина, он не был уверен, сможет ли он справиться с Линком даже с силой 14го уровня, особенно когда он понятия не имел, насколько могущественным стал последний в этот момент. Бог разрушения холодно посмотрел на него. Трусость не к лицу тому, у кого в распоряжении 3000 легендарных демонов, Назама. Услышав это, демоны на борту корабля посмотрели на своего хозяина, ожидая ответа от него. Твою мать. Назама стиснул зубы. Однако он не мог сопротивляться воле божественного мастера. Наконец он кивнул. Нет, конечно, нет проблем. Я просто думаю о том, каким пыткам я должен подвергнуть лорда Ферди, когда я его заполучу. Нет, бог разрушения подошла к трону Назама и уселась на него. Затем она уставилась на повелителя Голубин и сказала. Твоя задача, поймать лорда Ферди живым. Что касается того, как с ним следует поступать, решать мне, а не тебе. Глава 643. Повернуться и бежать. Царство Федора сегодня был второй день Линка в этом мире. И он все еще знакомился с этим местом. С точки зрения истории было не так много информации, и поэтому он в основном закончил с этим моментом. Теперь он изучал магию Федора. Магия здесь была уникальной, но Линк был на пути к пониманию сути. Уровень мага Дадара был довольно низким. Он был только на уровне 8. Линк обладал преимуществом своего высокого уровня и естественно быстро улавливал слабые заклинания. Линк уже изучил большинство часто используемых рун в этом мире. Теперь он изучал заклинания пламени 6го уровня. Вжух. Красный огненный шар размером с баскетбольный мяч появился на глазах у Линка. С силой его мысли, он исчезал и появлялся несколько раз. Теперь он мог контролировать заклинания по своей прихоти. Дадара хвалил его. Мастер, ты учишься так быстро. Простой трюк смертных. Голос Линка был полон презрения, но это была лишь игра. Внутри он думал, что это заклинание было особенным. В Ферумане огненное заклинание ниже легендарного уровня создавало нестабильный огненный шар с высоким давлением. Чтобы сделать огненный шар, нужно было использовать спиральную структуру. Любое послабление может привести к тому, что заклинание будет исполнено неправильно и возымеет ужасные последствия. Структура этого огненного шара была совершенно иной. Внутри не было спиралей. Снаружи была прозрачная красная сфера, похожая на кристалл. На первый взгляд это было похоже на силу дракона. Во время исполнения заклинания управлять им было легче, чем огненными шарами Ферумана. Это толкало Линка к мысли, что это был легендарный огненный шар, который включал принципы огня. Эти магические руны ближе к принципам, чем элементальные руны Ферумана. Они не являются простыми принципами единого царства и вместо этого являются общими принципами в море пустоты. Интересно, несмотря на связь между этими заклинаниями и таинственным механизмом, характеристик было уже достаточно для глубокого исследования. Это были его мысли. Додара, очевидно, не ведал о них. Услышав его слова, он опустил голову и смиренно сказал. Мастер, это и есть заклинание для простых смертных. Их нельзя сравнить с вашей сверхъестественной силой. Линк не отрицал этого. Продолжай, сказал он. Следующее заклинание. Да, мастер. Додара поднял волшебную книгу и открыл новую страницу, чтобы показать Линку еще одно заклинание. Именно тогда Линк вдруг сказал. Подожди, что-то случилось. Додара был смущен. Он поднял голову и увидел, что небо было чистым голубым. Оглядываясь вокруг, там были только густые леса. Ветер дул сквозь деревья, и изредка раздавались яркие щебетания птиц. Все казалось нормальным. Мастер, все нормально? Додара не понимал. Терпение, смертный. Линк лежал на земле, но теперь он приподнялся. Подняв голову, он прислушался. Он продолжал озираться вокруг, ожидая изменений в окружающей среде. Додара все еще не понимал, но он знал, что его силы недостаточно. Он мог только задержать дыхание и ждать. В долине было тихо, секунды тикали. Примерно через 10 минут небо резко изменилось. Оно было синим, как чистый сапфир. Теперь в нем внезапно появились темно-красные облака. Сначала облака были редкими, но за несколько минут они собрались, полностью покрывая солнце. Облака продолжали вращаться, как огромный вихрь. Спустя более 10 минут из него внезапно выскочил гигантский темно-красный столб света. Столб соединял небо и землю. Это было очень похоже на то, когда появилась святая бога разрушения. Сердце Линка сжалось, и чувство опасности охватило его. В этот момент две фигуры выскочили, крича. Мастер, что-то случилось. Линк посмотрел. Это были два демона, которые подписали с ним контракт души. Их первоначальные контракты на вызов были аннулированы, а тот, что взял на себя сопротивление царства, исчез. Теперь они были в начале уровня 6. Подбежав, Суккуб сказала. Мастер, дела плохи. Я чувствую ауру Назамы. Он говорил, что придет сразиться с тобой лично. Он здесь. Глаза голля были полны страха, а тело дрожало. Мастер, что нам делать? Мы умрем. Мы все умрем. Каждый демон из бездны прекрасно знал, насколько ужасен Назама. Сила этого лорда была неимоверна, и он знал бесчисленные способы пыток. Демоны были кошмаром смертного, но для демонов Назама был вечным кошмаром. Теперь они предали Назаму, но Назама пришел за ними. Два демона были близки к обмороку. Назама действительно пришел. Линк посмотрел на темно-красную колонну света. Он не один. Бог разрушения также смотрит извне. Дело плохо. Назама был на вершине 19го уровня, всего в одном шаге от божественного уровня. Теперь он осмелился войти в это царство, чтобы найти Линка. Даже если бы его сила была несколько ограничена, он все равно был бы сильнее, чем Линк. Если бы они сражались напрямую, у Линка почти не было шансов. Тем не менее, он также имел некоторые преимущества. Он спровоцировал катастрофу Фирумана, и люди заинтересовались силой Назамы. Он показал много трюков в игре, таких как проклятие несчастья, палец смерти, вечный кошмар и другие легендарные приемы. Люди знали о них все. И Линк, очевидно, тоже. Назама был чрезвычайно силен, но у него все еще были недостатки. В течение многих лет, как у повелителя Голубин, у него было много последователей, и ему никогда не приходилось бояться кого-либо. Таким образом, его навыки побега, особенно заклинания бега, не соответствовали его уровню мощности. Похоже, мне пора бежать, подумал Линк. Он не мог сбежать из царства, потому что бог разрушения и ковчег пустоты ждали его снаружи. Он умрет, если он уйдет. Но он мог бегать вокруг Назамы в этом гигантском мире. Думая об этом, Линк активировал заклинание передача. Появилось несколько вспышек белого света. Шесть волшебников-призывателей были телепортированы на место. Два демона сразу поняли, что Линк готовится бежать. В ужасе Гоня упала на колени. Сжимая один из пальцев дракона Линка, она закричала. Мастер, возьми меня с собой, возьми меня с собой. Я буду служить тебе всеми способами. Я сделаю все, что ты захочешь. Она трансформировалась, плача. Она убрала свои чешуйки, показывая кристально-белую человеческую кожу. Ее тело имело правильные изгибы и было очень притягательным. У демонов всегда были красивые тела, особенно демонов, которые гипнотизировали людей своей внешностью. Когда демон увидел, насколько бесстыдным был Асук Куб, он пришел в ярость. Но, как демон, который сосредоточился на боевых способностях, ему нечего было показать. Он мог только сокрушаться, что его родители не дали ему симпатичную внешность. Но он все еще старался изо всех сил. Он бросился к другому пальцу дракона Линка. Мастер, я хочу стать твоим самым острым клинком. Я убью любого, кого ты захочешь. Если ты хочешь, чтобы я кого-то пытал, я сделаю так, чтобы даже его мать не могла его узнать. Просто возьми меня с собой. Пожалуйста. Линк посмотрел на двух демонов. Его взгляд наконец остановился на Сук Кубе, которая намеренно демонстрировала свои преимущества. Он не интересовался ее фигурой. Это никак на него не повлияло. Он заметил волны Маны от ее трансформации. Волны были неясны, скрыты и странны. Это было странно знакомо Линку. Присмотревшись, это было похоже на то, как он принимал драконий облик. Форма дракона – это разновидность магической формы. Может ли тело демона быть таким же? Линк был заинтригован. Он двинул своими когтями и схватил двух демонов. Не обращая внимания на мольбы демонов, Линк расправил крылья и взмахнул рукой. В то же время он активировал прогулку по пустоте. Она была создана как раз для побега. Он выстрелил в воздух, как стрела. Его скорость была экстремальной. После достижения уровня 13 его максимальная скорость возросла. Теперь он также был в форме дракона. Его обтекаемое тело было рождено для полета. Сопрягая эти два момента, он достигал скорости примерно в одну милю в секунду. При такой экстремальной скорости даже Линк чувствовал, что его зрение размывалось. Оглядываясь назад, он увидел, как колонна света быстро сжималась. Она вот-вот исчезнет из его поля зрения. 15 секунд спустя свет исчез. Тогда неописуемое чувство опасности вспыхнуло в сердце Линка. Он знал, что Назама следует за ним. Повернув глаза, Линк увидел летящую черную точку в 25 милях от него. Присмотревшись, он увидел мужчину средних лет с черными волосами и красными глазами. Он также летал в воздухе со скоростью чуть ниже, чем Линк. Это Назама, это повелитель глубин. Он идет. Кричала Суккуб. Линк явно знал, что это Назама. Он имел дело с этим парнем много раз в игре. Он даже умирал от его рук тысячи раз. Внешность Назамы была высечена в его голове. Они преследовали друг друга примерно 3 секунды. Тогда Линк понял, что если это продолжится, Назама наверняка наверстает его. Побочные эффекты от принудительной активации заклинания времени все еще присутствовали. Его сила восстанавливалась слишком медленно. Полеты на такой экстремальной скорости расходовали много энергии. Скорость восстановления энергии у Назамы была очень высокой, и он не чувствовал такой усталости. Оценивая его текущую скорость, Линк мог лететь на максимальной скорости около 10 часов. Если он не сможет сбросить Назаму с хвоста за это время, дело будет плохо. Назама ясно знал это. Он спокойно следовал за Линком. За 3 секунды расстояние между ними увеличилось всего на 300 футов. В поле зрения Линка внезапно вспыхнул свет. Это была миссия. Активируйте серию миссий. Опасность. Повелитель глубин. Миссия первая. Побег. Содержание миссии. Убегайте от преследования Назамы и найдите безопасное убежище. Награда миссии. 1. Энергетический кристалл. Энергетический кристалл. Энергетическое ядро. 18го. Уровня эффект. Он содержит неописуемо чистую силу и может помочь пользователю преодолеть свой текущий предел мощности. Линка страну ждался в этом. К сожалению, он мог получить его только после завершения миссии. Это не поможет ему сейчас. Он мог только сосредоточиться на полете. Он ждал, пока расстояние между ними увеличится, прежде чем найти место, где можно спрятаться. Во время полета угол его зрения сиял белым светом. Потрясенный, он оглянулся и увидел, что кто-то бежит к нему на высокой скорости. Присмотревшись, он увидел, что это был Ромеон, защитник, которого он отпугнул ранее. Почему он здесь? Пока Линк был в замешательстве, Ромеон стал ближе. Он был не так быстр, как Линк, поэтому использовал заклинание, передающее звук. Дракон, если ты мне доверяешь, возьми меня с собой. Я знаю место, где ты можешь спрятаться от этого демона. Глава 644. Отведай мое особо блюдо. Линк посмотрела на защитника. На его лице было выражение срочности. Он не чувствовал от него никакой враждебности. Немного поколебавшись, Линк решил поверить ему. Затем он полетел в сторону Ромеона. Когда он был достаточно близко, он вытянул коготь и схватил защитника и его единорога. Веди мощно ударив крыльями, Линк снова на полной скорости вернулся в воздух. Нам нужно вернуться. Тайник, о котором я говорил, позади, сказал Ромеон. Линк крепче сжал защитника и подозрительно сказал. Ты уверен? Он посмотрел за собой. Все, что он мог видеть, было туманное красное небо. На Заму нигде не было видно. Судя по колебаниям энергии, исходящим от повелителя глубин, Линк подсчитал, что теперь он находится в 60 милях от преследователя. Даже если бы он каким-то образом смог избежать на Замы, когда он повернул назад, ему все равно пришлось бы потратить большое количество энергии. Это было все равно, что бросить самого себя в пасть смерти. Ромеон чувствовал, как коготь Линка приближается к нему. Опасаясь, что дракон может его раздавить до смерти, он быстро установил вокруг себя силовое поле. Затем он сказал. Дракон, я защитник королевства Федора. У меня нет причин обманывать тебя и меньше причин помогать этим демонам. Линк был несколько успокоен его словами. Тем не менее, оставался вопрос, как им избежать на Замы, чтобы добраться до этого укрытия, о котором говорил защитник. Им нужно было не только обойти на Заму, но и сделать это, не тратя слишком много энергии и не нанося ударов по пути. Что я должен делать? Подумал Линк, пока он рассматривал свои варианты. Он чувствовал, что нынешняя сила на Замы, вероятно, была около 13го уровня. С силой 13го уровня на Зама, возможно, не сможет пробиться сквозь стойкие чешуйки дракона с помощью магических атак. Тем не менее, он мог бы победить, если бы он ударил по Линку физическими атаками. Одно из наиболее интригующих качеств отклонения царства заключалось в том, что оно влияло только на выход энергии в непространственных существ. Это никак не повлияло на физические характеристики человека. Например, Линк мог использовать только боевые приемы и заклинания 10го уровня в данный момент. Однако его чешуя дракона все еще сохраняла свою твердость 13го уровня и магическое сопротивление 18го уровня. Только атака с силой, которая превысила уровень его чешуи или претерпела элементальные изменения, сможет пробить защиту его тела дракона. То же самое можно сказать и о Назаме. Однако, тело демона Назаме и оружие, которым он был экипирован, теперь были на подавляющем уровне 19. Драконья чешуя Линка обеспечивала ему небольшую защиту, чем слой папье Маши. Поскольку это было так, Линк больше не видел смысла оставаться в форме дракона. В этот момент его драконе тело было для него большим препятствием, так как преследователь мог с легкостью поразить такую массивную цель на расстоянии. Затем Линк начал спускаться к более крутому месту в горах, где деревья были также гуще. Когда он поднялся в воздух на 50 футов, Линк отменил свою форму дракона. Скрыть дракона с размахом крыльев более 100 футов было непростым делом, которое включало в себя тщательное использование пространственной магии. Рамион увидел, как чешуя дракона начинает светиться, а затем ритмично складывается, когда тело дракона сокращается. Весь процесс был настолько сложным, что ни один из присутствовавших магов не мог поспеть за каждым его шагом, не чувствуя пульсирующей головной боли в своей голове. 5 секунд спустя Линк убрал большую часть своей формы дракона. Теперь он был в форме полудракона, рост которого был около 7 футов. Чешуя дракона все еще покрывала его тело, создавая впечатление, что он был одет в изысканные доспехи. Преобразование Линка также распространилось на его оду полнолуния. Теперь он был покрыт слоем серебристо-черной чешуи дракона. Остался только его острый край. Когда его преобразование было завершено, группа людей, которых он взял с собой, приземлилась в лесу под ним. Как только он приземлился, Линк поднял свой меч и собирался наложить заклинание невидимости на всех из них, когда внезапно Рамион сказал, «Позвольте мне, моя сила признана царством Федора. Я могу легко замаскировать нас здесь». Линк остановился. Рамион взмахнул палочкой и пробормотал. «Земля, небо, дерево, открой свои любящие объятия и даруй нам защиту». Красный, золотой и зеленый свет исходил от кончика его палочки. Как дым он быстро распространился в воздухе, прежде чем осесть на всех вокруг Рамиона. Когда лучистый туман осел на них, Линк почувствовал, что все вокруг испарились. Он оглянулся вокруг и увидел, что они все еще были видны. Он все еще мог видеть Рамиона, шестерых призывателей и двух его сопровождающих демонов, но он не чувствовал ни одной из их аур. Линк вскоре понял, что они все еще испускают свои ауры. Заклинание Рамиона просто маскировало их так, что они не чувствовали ничего, кроме деревьев, животных и скал вокруг них. Видя растерянность на лице Линка, Рамион объяснил, «Это сила стихий. Чтобы получить их помощь, нужно сначала получить их признание. Они также признают существа вне измерения?» Спросил Линк. Рамион покачал головой. «Возможно, я не знаю. Все зависит от того, что элементы думают в данный момент. Чувствуя нежелание Рамиона говорить что-то еще по этому вопросу, Линк решил больше не давить на него. Затем он почувствовал аурона за мэй и смог определить, что теперь он в 30 милях от них. Ему нужно было двигаться быстро. Рамион сказал, «Уходим. Мы не должны двигаться слишком быстро, иначе мы потеряем маскировку». Линк не возражал против этого. В конце концов, Рамион был родом из этого царства. Под его руководством все они начали повторять его шаги. Пройдя полминуты, в воздухе над ними раздался звук, похожий на гром. Это был звуковой бум, явление, которое обычно происходило после того, как объект летел с максимальной скоростью по воздуху. На зома прибыл. Линк поднял взгляд в воздух и увидел черную точку, пролетавшую над ними на высоте 2000 футов. Заклинание невидимости Рамиона было чрезвычайно эффективным. На зома, казалось, не замечал их присутствия на земле, когда он пронесся мимо них. Затем он облегченно вздохнул. Однако Линк заметил, что на зома перестал двигаться вперед и теперь кружил в небе, прямо над тем местом, где Линк и другие приземлились несколько минут назад. Два демона также заметили это. Теперь они так дрожали, что даже не могли правильно держать оружие. Если бы не тот факт, что Линк заставил их подписать с ним договор о неприкосновенной душе, эти два демона уже в мгновение ока вернулись бы к своему бывшему хозяину, чтобы просить его прощения. Дадара и другие время от времени бросали тревожные взгляды на Линка и Рамиона. Эти двое обладали силой, намного превышающей любую из них. Удастся ли им избежать ужасного преследования на зомы, будет зависеть только от них. Забудьте про его. Он не сможет ощутить нас здесь. Давайте двигаться дальше, сказал Рамион. Линк кивнул. Группа вышла вперед. В это время Линк наблюдал за каждым движением на зомы краем глаза, пока демон кружил в небе. Он не осмеливался смотреть на него напрямую, опасаясь зрительного контакта с Назомой. Тем не менее, благодаря зрению дракона Линк смог ясно видеть Назомо на расстоянии 2000 футов. Даже малейшие изменения в выражении лица Назомы не ускользнуло от его внимания. Если вернуться в предыдущий игровой мир, Линк встречался с Назомой чаще, чем хотелось бы. Благодаря своему противостоянию он теперь точно знал, о чем думает демон и каким будет его следующий шаг. Разработчики игры даже приложили кропотливые усилия, чтобы придать этому финальному боссу более реалистичные качества. По его наблюдениям Линк мог сказать, что этот Назомо, который теперь летал в небе перед ним, был точной копией Назомы в игровом мире. Даже их модели полета были неотличимы друг от друга. Линк был в состоянии предсказать, что происходило в голове Назомы и какое заклинание он собирался сотворить из каждого его движения и каждого изменения в его выражении. Когда они прошли еще полминуты, Линк заметил, что Назомо внезапно перестал двигаться в воздухе. В следующую секунду прозвучал звонкий голос неба. Линк, я знаю, что ты прячешься в этих лесах. Если ты удумал играть со мной в прятки, я думаю, у меня нет выбора, кроме как преподнести тебе особое блюдо, которое я приготовил специально для тебя, прямиком из бездны. Глава 645. Это конец. Как только он услышал слова Назомы, Линк был мгновенно шокирован. Всякий раз, когда Назомо говорил это в игре, это означало, что он исполнит масштабные атакующие заклинания Буря Смерти. Буря Смерти легендарное заклинание 19го уровня эффект. Заклинание уникальное для Назомы. Он использует хаотическую силу бездны, чтобы создать бесчисленное количество высокоскоростных вихрей. Бесчисленные вихри затем образуют гигантский магический вихрь, который простирается так далеко, как может видеть глаз. Все внутри вихря измельчается в порошок. Примечание. Когда появляется Буря, наступает смерть. В чужом царстве Федора это заклинание было бы только около 13го уровня, но оно все еще было ужасающей силой. После этого заклинанием будет уничтожено около 5000 миль леса. Даже если они не умрут, им все равно некуда будет спрятаться. Рамион увидел странное выражение лица Линка и поспешно спросил, что он действительно могущественный. Линк кратко кивнул. К настоящему времени тело Назомы уже изменилось. Черный свет сиял вокруг него. Свет разлетелся со всех сторон и устремился к его телу. Он был настолько быстр, что этот свет, казалось, тоже образовывали водоворот. В игре потребовалось 3 секунды, чтобы исполнить шторм смерти. Он не даст Линку много времени, чтобы среагировать. Через секунду Линк понял, что не может продолжать колебаться. Он должен был уйти сейчас же. Повернувшись к Рамиону, он спросил, север там? Да, в этом направлении. Рамион указал куда-то на северо-запад. Сила Линка резко возросла, и он использовал заклинание телепортации. Белый свет вспыхнул, покрывая их всех. Раздался гул. Свет исчез, но они все еще были на том же месте. В чем дело? Рамион был в шоке. Он знал это заклинание, но теперь оно было неэффективным. Линк стал серьезным. Пространство заперто. Нет времени. Он собирается сотворить заклинание. Спина Линка задрожала. Раскрылась пара крыльев шириной более 30 футов. Они обвились вокруг всех присутствующих и покрыли их, образуя щит. Почти одновременно с этим раздался голос Назомы, смешанный с агрессивной аурой. Пусть смерть поглотит всех. Линк посмотрел вверх. Все небо было черным. Был полдень, но, похоже, будто была ночь. В темном и солнечном небе Назома внезапно замахнулся в их сторону. Бум. Бесчисленные темно-фиолетовые вихри появились из ниоткуда. Они распространялись, перекрывая видение Линка. Смерть разрушения. Ветер закричал, и в него смешались бесчисленные хриплые ревы. Внимательно прислушавшись, можно было услышать много леденящих воплей. Как будто перед ними была глубокая пропасть, наполненная бесчисленными несчастными душами, пытающимися сбежать. В эту бурю горы были сплющены, деревья были раздавлены, а камни были измельчены в порошок. Через мгновение ветер придавил крылья Линка. В этот момент Линк ощутил на себе безграничное давление. Он не мог ничего сделать или даже сдвинуться с места. Он мог только стиснуть зубы и терпеть. Чешуя дракона была необычайно крепкой. Чешуйки были невосприимчивы ко всем заклинаниям уровня 18. Это заклинание от Назомы было только на 14 уровня. Из-за большого масштаба Линк чувствовал давление, но оно все еще не могло пробить защиту крыльев. Одна секунда, две секунды, три. Буря все еще бушевала. За пределами крыльев приливные волны обрушились, и шторм опустошил мир. Внутри крыльев было тихо и спокойно, как в безопасном убежище. Люди, защищенные крыльями, смертный маг Дадара, демоны и защитник Рамион, были потрясены сумасшедшей силой Назомы. Они также были удивлены жестким телом Линка. И Назома, и дракон обладали силой, невообразимой простыми смертными. Через 10 секунд буря начала слабеть. Чуть позже шторм утих. Линк расправил крылья и посмотрел на поверхность. Он был покрыт горами пыли. Он покачал крыльями, чтобы стряхнуть пыль. Крылья остались неповрежденными. Лишь поверхность была немного горячей. Они были окружены высокими горами и лесами. Оглядевшись, он увидел, что теперь она превратилась в огромную равнину. Все, что осталось, это выжженная черная грязь, из которой поднималась темная аура. Единственными живыми существами были трава и цветы в шестифутовой зоне вокруг Линка. Но под коррозией темные ауры и они быстро увидали. Спрятаться было негде. Назома медленно спустился. Он слабо улыбнулся, но его кроваво-красные глаза все еще были холодными. Ты хорошо прятался, лорд Ферди. Мое заклинание не могло пробиться сквозь твои чешуйки. Вечно ты меня удивляешь. Пока он говорил, в его руках появился черный меч. Он был тонкий и узкий, пять сантиметров в ширину, шесть футов в длину. Обух меча был черным и не отражал никакого света, в то время как лезвие было серебряным. Когда он размахивал мечом, можно было увидеть только серебряную полосу. Линк узнал это. Это было оружие, которым Назома гордился, бедствие героя. Бедствие героя легендарное оружие 19го уровня. Эффект невероятно острый, невероятно легкий, невероятно быстрый. Примечание. На протяжении тысячелетий каждый, кто пал от этого меча, некогда был возвеличен как герой. Увидев этот меч, Линк почувствовал, что действительно встретил великого врага. Повелитель глубин Назома был на вершине 19го уровня, но он был не единственным таковым. Позже в игре славный военачальник Аватар, полуэльф Илиард и человек Конорси достигли схожих уровней. Тем не менее, Назома был выше всех них. Он был действительно первым из всех легендарных фигур. В игре все трое сражались против Назомы. В конце концов, славный полководец пал, Конорси умер, а Илиард сильно пострадал. Эти жертвы только ранили Назому, они убили его. Назома жил очень долго. Он полностью постиг секреты силы. Он был экспертом во всех заклинаниях и боевых техниках. Он мог легко использовать любую технику. Все, что он имел, было драгоценным и потрясающим. У него также было бесчисленное количество последователей демонов. Если бы он хотел оставаться внутри царства, даже бог ничего не мог с ним сделать. Теперь Линк должен был лично встретиться с этим человеком. Несмотря на то, что у него было так много боевого опыта, он все еще чувствовал ужасное давление. Давление исходило от силы его врага. Линк был на уровне 10, в то время как Назома был, скорее всего, на уровне 14. Он уступал с точки зрения силы. У него все еще было несколько очков амни, чтобы купить заклинания более высокого уровня, но у него не было достаточно силы, чтобы исполнить их. Они были бесполезны. Это было безнадежно. Бац. Назома приземлился и посмотрел на людей рядом с Линком. Шесть магов, вероятно, твои призыватели, верно? Они помогают выдержать сопротивление царства, так что ты можешь иметь силу легенды. У них нет причин продолжать жить. При этом маги, в том числе Дадара, рухнули. Мало того, их тела мгновенно начали разлагаться. Они еще не умерли. Они могли только смотреть, как гниют их тела. Это было ужасно, и все они завопили. Мастер, спаси меня, спаси меня. Линк был их последней надеждой, но Линк был беспомощен. Он даже не знал, как Назома сотворил это заклинание. Их разница была слишком большой. Глядя на Линка, Назома улыбнулся. Молодой человек, тебе не нужно скорбить по ним. Ты скоро окажешься в такой же ситуации, не нужно унижаться. Когда я был в твоем возрасте, я все еще был неудачником в столице, который проводил свои дни в пивнушке. Но вот ты, ты уже готов стоять передо мной. Это большая честь. Столица. Пивнушка. Эти две фразы заставили сердце Линка биться быстрее, но у него не было времени подумать. Как только призыватели погибнут, сопротивление царства увеличится в десять раз. Его сила будет сильно ограничена. Он будет только на уровне шесть. Столкнувшись с Назомой на четырнадцатем уровне, он был как муравей, пытающийся снести дерево. Не было никаких шансов. Назома не спешил. Он улыбнулся двум демонам. Голли гоня. Вы двое разочаровали меня. Временная сдача ради выживания, это нормально. Мы, демоны, всегда такие. Но так как вы сдались, вы должны заплатить за это. Вы двое. Прежде чем Назома смог закончить, два демона уже потеряли сознание от страха. Как неловко, Назома покачал головой и приготовился действовать. Подожди, сказал другой голос. Это был Рамион. Назома оглянулся и усмехнулся. Так называемый защитник царства. Ты довольно красивый. Намного лучше, чем я в молодости. К сожалению, с юности и до сих пор, я всегда ненавидел людей, которые выглядят лучше, чем я. Он небрежно махнул мечом в сторону Рамиона. Но на полпути его меч был заблокирован. Это был Линк. Он использовал всю свою силу, чтобы заблокировать этот удар. Сила меча прижала его к земле. Если бы его тело не было на 13 уровне, он бы погиб на месте от этой силы. Почувствовав разницу между их силой, даже решительный Линк почувствовал клочок отчаяния. Это действительно конец. Глава 646. Почетное поражение. Назома ухмыльнулся, увидев, как Линк блокирует его меч. Затем он спросил. Линк, ты едва знаешь этого человека. Какой смысл спасать его? Линк уже был готов умереть в этот момент. Даже когда он собирался быть раздавленным под тяжестью меча Назомы, ему все же удавалось улыбаться. Я всегда ходил за тобой по пятам, и останавливал тебя на каждом шагу с того дня, как я вошел в царство Феруман, не так ли? С чего бы мне прекращать сейчас? Назома кивнул, несколько ошеломленный. Он не ожидал такого ответа от него, учитывая обстоятельства. В самом деле, ты также муж моей дочери, что, естественно, делает меня твоим тестем. Тебе уже давно пора было встать передо мной на колени. Он произносил каждое слово спокойно, уверенный, что Линк не сможет ответить с такой неловкой позиции, даже если захочет. А он прав, подумал Линк. Очень жаль, что я не смог подарить тебе внука. Гнев медленно начал нарастать в Назоме. Он еще сильнее прижал свой меч, заставляя Линка неловко наклониться под ним. Затем он холодно сказал, кто знает, может быть, ты уже посадил свое семя. Когда придет время, я приведу и мать, и ребенка в свой дворец. Не волнуйся, я позабочусь о них. Линк все еще был в состоянии поддерживать спокойный фасад. Не так уж и плохо. Окажись он хорошим или злым, по крайней мере, у меня будет потомок. Ему не придется жить свою жизнь простолюдином, когда я уйду. Может быть, когда он вырастет. Может быть, он даже заменит тебя как повелителя глубин. Он довольна. Назома оказал еще большее давление на свой меч. Теперь в его глазах был маниакальный блеск жажды крови. Никто не может заменить меня. Никто не может бросить мне вызов. Я – вечный король бездны, и скоро я буду претендовать на все существующие царства, как на свои собственные. Что касается тебя, повелитель глубин опустил взгляд на Линка, когда тот изо всех сил пытался удержать вес его меча. Он жестоко улыбнулся. Я не убью тебя. Я предоставлю тебе удовольствие испытать вечные муки в качестве пленника бога разрушения. Я даже позволю тебе посмотреть, как я подвергаю твою жену каждой ужасной форме пыток, которую я могу только придумать, пока я иду на к славе. Ты теряешь контроль, Назома, сказал Линк. Теперь он с трудом произносил свои слова. Сила, которую Назома вкладывал в свой меч, достигла невыносимой точки. Тем не менее, он все еще был в состоянии сохранять спокойствие, как будто он превзошел физические проблемы живых, и в нем больше не жило страха перед угрозами Назомы. Видя сумасшедший взгляд Назомы, Линк продолжил. В древние времена в Фирумане мастера вроде тебя были на каждом углу. Один мудрец однажды сказал мне, что физическое – это просто продолжение ума. Боль – это просто иллюзия. Подъем и падение человека столь же приходящие, как и любой другой опыт в его жизни. Если я потерплю неудачу сейчас, будут другие, которые меня заменят. Всегда будет новый лорд Ферде, который заменит меня, и ты, Назома, никогда не победишь. Назома был ошеломлен. Его хватка вокруг рукояти меча значительно ослабла. Сквозь серебристое сияние Назома увидел, что глаза Линка не дрогнули ни на секунду. Это была не ложная бравада. Он верил в каждое свое слово. Физическое – это просто продолжение ума. Ты действительно достиг такого состояния ума, как это возможно? Назома был слишком удивлен, чтобы крепко держаться за меч. Он жил гораздо дольше и видел больше, чем обычный смертный. Хотя в своей жизни он сталкивался с бесчисленными метафизическими концепциями, он еще не принял ни одной из них. Он просто не мог, даже если бы захотел. Например, состояние ума, о котором упоминал Линк, было тем, чего Назома пытался достичь уже в течение долгого времени. К сожалению, все его попытки всегда заканчивались неудачей. Как человек, который всегда быстро прибегал к насилию и агрессии, Назома никогда не мог сдерживать свои эмоции. Его материальные желания сделали его тем, кем он был сегодня. Тем не менее, они также составляли величайшие препятствия в его стремлении к просветлению. Видя спокойствие, которого он давно жаждал, в глазах 20-летнего мужчины, Назома опешил. К этому моменту Назома смог восстановить большую часть своего самообладания. Он посмотрел на Линка. Сияние жажды крови неуверенно мелькнуло в его глазах. У тебя есть замечательный дар, я должен признать. В твоем уме есть некоторая гибкость, которая позволяет тебе оставаться спокойным и сосредоточенным. Это нечто, с чем мой разум не может справиться. Это действительно жаль, что ты должен встретить здесь свой конец. В противном случае ты был бы первым смертным, когда-либо вошедшим в божественное царство. Такая жалость. Назома покачал головой, словно сожалея о том, что собирался сделать с Линком. Полагаю, я не должен удивляться тому, что моя дочь выбрала тебя супругом. В конце концов, ее родословная помогает ей принимать наилучшие возможные решения в любой конкретной ситуации. О, какая жалость, действительно. Затем Назома отступил на шаг, отрывая свой меч от Линка. Затем он посмотрел на молодого человека перед собой и сказал. Ты заслуживаешь почетного поражения. Наступай, я дам тебе шанс ударить всем, что у тебя есть. Линк вонзил свою оду полнолуния в землю, опираясь на нее, пытаясь удержаться на ногах. Назома, ты знаешь, почему я такой спокойный? Что? Инстинктивно Назома почувствовал, что что-то не так. В следующую секунду Линк внезапно вытянул ладонь. Прозрачная полоса света охватила защитника Ромеона и двух бессознательных демонов. Линк наложил на них заклинание телепортации. Случилось самое удивительное. Когда белый свет утих, Ромеон и демоны исчезли. Они были успешно телепортированы прочь. Невозможно, я запечатал пространство. Ты не мог сделать это, сказал Назома в неверии. Правда, я не был в состоянии сотворить пространственные заклинания вплоть до этого момента. Но ты так долго трепал языком, что у меня просто не хватило духу перебивать. На лице Линка было выражение удовлетворения. Теперь он был готов сражаться с Назомой до победного конца. О, ясно. Вот оно что. Назома наконец понял, что только что произошло. Этот защитник, он взял на себя некоторую часть отторжения царства, которое давило на тебя. Он легендарный мастер, а также защитник, признанный этим царством. С его поручительством, царство естественным образом перестало отвергать тебя. Если это так, я полагаю, ты сейчас в полной силе? Сила сущности царства теперь текла в Линке. Затем он сформировал тонкий кристаллический слой вокруг его тела, создавая впечатление обожествленного существа. Его сила вернулась на середину 13го уровня, в то время как Назома был на ранних стадиях 14го уровня. Между ними все еще был заметный разрыв в силе, но Линк был хорошо знаком с сильными и слабыми сторонами своего противника. У него все еще был шанс выйти победителем. Похожий на то, ответил Линк. Его голос приобрел металлический характер в результате его возвращения в полную силу. Мы не сможем бросаться заклинаниями с того места, где мы стоим. Теперь все сводятся к тому, чей клинок самый быстрый, мой или твой. На лице Назома не было ни капли страха. Он осторожно повернул меч бедствия героя в своей руке, размечая серебряную линию в воздухе. Он издал ужасный смех. Ха-ха-ха, очень хорошо. Как и обещал, я дам тебе самое почетное поражение. Глава 647. Ты само величие, но слишком много треплешься. Бесплодные, темные равнины, только что разрушенные заклинанием. Линк и Назома глядели друг на друга. Они были полностью сосредоточены, но никто не двигался. Подул ветер. Он подхватил облако темной пыли, которое перекрывало их взор. Море пустоты. Бог разрушения наблюдала за ситуацией в мире. Она тихо выругалась. Этот тупой демон. Он слишком много болтает языком. Все можно было закончить быстро, но он нажил себе лишних проблем. Теперь эти двое были практически равны. Трудно было сказать, кто победит. В нескольких милях от поля битвы появилось три вспышки света. Когда свет погас, появились три человека. Все они рухнули, включая Ромеона. Его лицо было ужасно бледным, а губы окровавленными. Он взвалил на свои плечи сопротивление царства, чтобы Линк мог использовать всю свою силу. Цена была такова, что он сам практически обессилел. Падая на землю, он сразу же достал рунный камень и излил в него оставшуюся часть силы. Рунный камень засветился. Вскоре ветер поднялся вокруг него и прилетел его единорог. Двое демонов рядом с ним все еще были без сознания. Они были напуганы до обморока. У обоих было мокро внизу и пахло серой. Они не храбрее крыс. Какая мерзость. Ромеон связал их веревкой и возложил на спину единорога. Наконец он поднялся и похлопал шею единорога. Поехали, мой старый друг. Когда они поднялись в небо, Ромеон посмотрел на поле битвы позади него. Дракон, пробормотал он, не разочаруй меня. Он будет только мешать, если он останется там. Прямо сейчас он должен был поспешить обратно на земли защитников. Только там он будет действительно в безопасности. В тот момент, когда единорог ускорялся прочь, на поле битвы Линка и Назомы появился шторм. Он поднял целую гору черной пыли. Она мгновенно застлала небо, блокируя их зрение. Оба почти одновременно пришли в движение. Линк был в невыгодном положении. Его душа была не так сильна, как у Назомы, но он знал о Назоме больше, чем тот мог подумать. К тому же его разум был спокойнее. У обоих боевые техники достигли экстремального уровня. Можно сказать, что оба имели свои преимущества. Трудно было сказать, кто победит. Линк прищурился и сделал выпад. Он увидел размытое изображение Назомы. Слушая ветер вокруг него, он определил конкретное местоположение Назомы по переменам ветра. Он вложил в свой меч только 70% своей силы, чтобы он мог приспособиться по мере необходимости. Внезапно он услышал лязг. Сузив глаза, он увидел серебряную световую вспышку, обрушившуюся на него, как молния. Такой быстрый. Линк стал серьезным. Он выступил, чтобы встретить вспышку своим длинным мечом. В тот момент он понял, что недостаточно быстр. С его текущей скоростью он будет повержен, прежде чем сможет блокировать. Планы сменились, и окружение меча расплылось. Он активировал силовое поле низкого уровня. Они сражались физически, но оба были волшебниками. Эти заклинания низкого уровня были похожи на инстинкты. Они могут использовать их, не слишком задумываясь, и создавать отличные эффекты с помощью своих боевых приемов. Силовое поле Линка преследовало две цели. Одна, оно должно было ускорить его меч. Другая, запутать Назаму. Через мгновение Назама поколебался. Его владение энергией больше не было идеальным. Его меч немного замедлился, а Линк ускорился. Через несколько мгновений их мечи столкнулись, но не разделились. Они слиплись вместе. Сила Линка и Назамы столкнулась внутри, и их оружие вибрировало, создавая в воздухе кольца ударных волн. Когда появились ударные волны, они подняли черную пыль с земли. Пыль в воздухе сгущалась. Их фигуры были едва различимы. В бою Линк был немного слабее, но его сердце было спокойным. Он был способен на многозадачность, не делая ошибок. Всякий раз, когда он был недостаточно силен, он использовал небольшие заклинания, чтобы помочь себе и навредить Назаме. Так что за одну секунду они столкнулись десятки раз, но оказались в патовой ситуации. Через секунду Назама понял, что не может победить, и сразу уже пришел в ярость. Он знал, что ярость скажется на его мышлении, но он не мог контролировать себя. Столкнувшись с обычными противниками, эти эмоции делали его более жестоким. Он мог запугать своего противника и использовать это в своих интересах. В бесчисленных битвах на протяжении тысячелетий он использовал свою ауру, чтобы побеждать всякий раз. Но на этот раз он знал, что это будет бесполезно. Так называемая аура человека была просто мысленным образом. Линк был способен видеть эти психологические трюки насквозь. Если бы он поддался и отвлекся, он не смог бы выполнять многозадачность и использовать заклинания. В ближнем бою использование заклинаний казалось фантастическим. Но если бы произошла ошибка и произошла обратная реакция заклинания, это было бы катастрофой. Это могло убить его в один миг. Его желание убивать разрасталось. Кровавый свет в его глазах становился все тяжелее. Назама бессознательно издал гортанное рычание. Но Линк все еще был спокоен как никогда. Он почувствовал изменения в Назаме. Сила в его мече становилась выше, но контроль над мечом ослабевал. Угроза Линку уменьшилась. Он мог легко заблокировать удары с помощью некоторых боевых приемов. Они столкнулись на одну секунду, две секунды, три секунды. Через восемь секунд они все еще были сцеплены. Я убью тебя. Назама зарычал, как зверь. Он опустил свой меч, чтобы заставить Линка отойти. Линк использовал этот шанс, чтобы отступить. В то же время Назама также отступил и убрал меч, чтобы произносить заклинания. Он проигрывал с точки зрения боевых приемов. Он мог победить Линка только заклинаниями. Обычные заклинания были неэффективны, но он мог использовать заклинания, чтобы активировать крупномасштабную физическую атаку. Например, метеорный поток мог разбить Линка на куски. Но потом случилось нечто. Перед его глазами появился меч. Это была атака Линка. Он думал так же, как Назама, но действовал быстрее. Назама уже убрал свой меч. Его меч был длиной 6 футов и не мог легко повернуться. Меч Линка появился под его ребром, и он не смог заблокировать его, даже если у него был меч в руках. Видя, что его вот-вот поразят в сердце, Назама зарычал и схватил кончик меча голыми руками. Он успешно схватил меч, но из порезов на его ладони текла кровь. Смерть ждет тебя. Под влиянием боли эмоции Назамы вышли из-под контроля. Он забыл о приказе бога разрушения захватить Линка живым. Когда его рука вспыхнула, появился рунный камень. Он добавил темную силу, и рунный камень засиял темным водянистым ореолом. Но в то время он смутно видел перед собой белый свет в пыли. Затем меч в его руке исчез. Это открытие потрясло Назама. Нет, он собирается сбежать. Как и ожидалось, когда он бросился к Линку, он увидел только клочок белого света. Назама, ты такой сильный, ты само величие, но слишком много треплешься. Назама разразился яростью, и он раздавил рунный камень в порошок. После этого он собрался и проверил пространственную рябь, оставленную в воздухе. Хаймымым, думаешь сбежать от меня? Когда Назама догонит его, он планировал использовать дальнобойное заклинание, чтобы остановить Линка. Он хотел бы посмотреть, как Линк ответит на это. Глава 648. Храм Творца 1. Линк наконец мог догнать единорога Рамиона в форме дракона. Рамион выглядел чрезвычайно слабым. Холодный пот покрывал его лоб, который теперь был бледным, как лист бумаги. Его белоснежный единорог тоже работал на износ. Ношение Рамиона и двух демонов на его спине вытягивали много сил. Замедляясь позади них, Линк вытянул коготь и осторожно сжал вокруг них пальцы. В конце концов, успев немного отдохнуть на ладони Линка, Рамион спросил. Ты победил его? Заметив, что на Линке не было даже царапины, Рамион решил, что он как-то превзошел на заму. Однако, лично увидев невероятную силу демона, он не имел ни малейшего представления о том, как ему удалось справиться с этим. Не совсем. Однако я смог выяснить некоторые из его слабостей, не нанеся удара. Это тоже хорошо. Итак, как далеко мы от пункта назначения? Спросил Линк. При нашей текущей скорости мы доберемся туда примерно через 4 часа. 4 часа? Линк подсчитал свои силы. Пока их должно быть достаточно, хотя он будет полностью истощен в конце их путешествия. Однако его текущий уровень силы был теперь 13, что означало, что он теперь мог летать даже быстрее, чем раньше. Однако поддержание максимальной скорости в воздухе быстро утомит его, пока ему нужно было лишь держаться на некотором расстоянии от Назамы. Выйдя на скорость, с которой ему было удобно, Линк полетел вперед. В данный момент он летел на высоте около 30 000 футов в воздухе. Под ним виднелись случайные деревни и города, а также гладкое шоссе, которое пролегало через пейзаж. Караваны и одинокие путешественники усеивали дорогу, роясь по ней, как муравьи. Деревья раскинулись по земле в пышной зелени. Хотя царство было разрушено войной, Линк мог видеть, что это было также место, изобилующее жизнью. Прекрасно, не правда ли? Сказал Ромеон. Здесь неплохо, ответил Линк, кивая. Затем Ромеон спросил. Судя по всему, ты и эти демоны совсем не в хороших отношениях. Они назвали тебя лордом Ферде. Правильно ли я предполагаю, что Ферде, это долина драконов, которую ты зовешь домом? Долина драконов? Линк улыбнулся. Вероятно, Ромеон принял его за короля черных драконов из их легенд, где любой король драконов имел собственную долину драконов. Полагаю, что так. Можете ли вы рассказать мне больше об этом? Спросил Ромеон. Линк опустил взгляд и увидел, что Ромеон смотрит на него с ладони. Бледнота на его лице была побочным эффектом от принятия отвержения царства, предназначенного для Линка. Сначала Линк хотел отказать. Однако, увидев Ромеона в таком состоянии, Линк наконец сдался. Поскольку вы настаиваете, я просто расскажу вам, что вам нужно знать об этом месте. Затем он дал Ромеону краткое объяснение доминирующих сил, которые управляли царством Феррумана, и описал некоторые из войн, которые произошли там в последние годы. Наконец он рассказал Ромеону, каковы были его причины для входа в царство Федора. На протяжении всего своего рассказа Линк не упоминал о таинственном механизме, который он намеревался искать в море пустоты. Когда он закончил, он небрежно сказал, в этом суть. Я не горжусь этим, но единственная причина, по которой я впервые вошел в это царство, уйти от преследователей. Ромеон не сказал ни слова. На его лице отразились осторожности любопытства. Он долго молчал. Наконец он сказал. Это совпадение, наткнуться друг на друга, несмотря на то, как далеко наши планеты друг от друга. Линк почувствовал, что Ромеон что-то намекал ему. Это, безусловно, совпадение, ответил Линк, не зная, что это должно было означать. Ромеон снова замолчал. Когда Линк пролетел еще 30 минут, Ромеон внезапно спросил. Могу ли я знать, что вы планируете делать с этими двумя демонами? Я должен предупредить вас, демоны коварны. Они движимы только жадностью и ненасытной жаждой убийства. Лучше быть готовым к удару в спину. Линк посмотрел на двух демонов в своем когте. Благодаря своим крепким телосложениям они оба наконец пришли в сознание. Не решаясь оставить свою реплику, два демона тупо посмотрели на Линка, ожидая, когда он решит их судьбу. Контракт души, который оба демона подписали с Линком, означал, что он мог просто покончить с ними одной мыслью, если захочет. Они достаточно хорошо знали короля драконов, чтобы понять, что он не из тех, кого легко заболтать. На данный момент их жизнь зависит от того, смогут ли они до сих пор оказаться полезными для Линка. Линк отвернулся от двух демонов и сказал. Демон, с которым мы столкнулись, зовется Назама, Повелитель Голубин. Вы заметили, что он не отличался от нас с вами, по крайней мере, снаружи? Да, если бы не его глаза и аура, я бы предположил, что он был просто обычным человеком, кивнул Ромеон. У него все еще есть другая форма. Когда он теряет самообладание, он примет форму горящего Серафима. Его боеспособность получает огромную надбавку, и он даже сможет путешествовать между царствами. Он может даже обрести способность путешествовать во времени. Назама однажды применил свою форму Серафима в истории человечества, вернувшись в мое царство. После битвы ему удалось убить почти всех мастеров в моем царстве. Хотя он тоже получив большой урон, он смог вернуться к точке, еще до начала битвы, по сути, сводя на нет весь ущерб, который он получил, и создавая впечатление, будто ничего не произошло. Ромеон нахмурился, услышав это. Если это никогда не происходило, как вообще это было записано в ваших учебниках истории? Я наткнулся на запись этого события в рукописи Волшебника Времени. Заклинания, которые нарушают течение времени, всегда будут вызывать некоторую форму волнового эффекта на царство. Особенно заклинания, обращающие вспять время, чьи эффекты обычно носят более острый характер. Через эту рябь Волшебник Времени смог стать свидетелем прошлых катастроф, которые не были замечены историками. Затем он оставил зашифрованные записи этих событий в библиотеке Долины Драконов. По правде говоря, он получил эту информацию еще в игре. Рукопись Волшебника Времени была ключом к концу Назамы. С ее помощью игрок сможет запечатать все его пути побега во времени с помощью любых сопровождающих персонажей, чтобы окончательно покончить с Тиранией Повелителя Голубин. В противном случае он мог бы просто проскользнуть назад во времени, сгладить все перекосы в своих планах и снова штурмовать царство Фирумана с новыми усилиями. В этот момент Линг понял, что такая катастрофа могла случиться и раньше в Фирумане. Может быть, просто возможно, драконы были не единственными, способными ориентироваться в море пустоты. Конечно, это было всего лишь предположение. Ему все еще нужно было как-то это доказать. Все это стало полным шоком для Рамиона. Он запнулся, есть ли действительно ли кто-то такой могущественный. Так вот почему его также называют кошмарным демоном. Что за кошмарный демон? Спросил Линг внезапно. А, Рамион вздрогнул. Он не ожидал, что Линг его услышит. Собравшись с духом, он сказал. О, я просто подумал про себя, что сила Назамы действительно ужасна, как нечто из кошмара. Линг мог сказать, что Рамион что-то скрывал от него. Однако он не настаивал на ответе. Через некоторое время Рамион спросил. Дракон, ты думаешь, твое царство сможет победить этого Назаму? Я не знаю, но я сделаю все от меня зависящие, чтобы победить его. Кажется, он сильно тебя ненавидит. Я думаю, ты довольно долго мешал его планам. Назама не единственный враг, который у меня есть в мире Феррумана. Темно-красный вихрь, который перенес Назаму в твое царство, ты видел это? Это работа бога разрушения. Она тоже хочет со мной расправиться. Рамион горько улыбнулся. Ты говоришь, что на тебя охотится бог и повелитель глубин легендарного уровня в одно и то же время. Линг рассмеялся вслух. Ну, с другой стороны, я все еще жив. Затем Рамион замолчал. Однако Линг видел, что он глубоко задумался, пытаясь обработать все, что ему сказали. У него также было чувство, что, когда придет время, Рамион снова заговорит с ним. Три часа прошли в тишине. Внезапно массивная колонна облаков появилась перед ними, простираясь так далеко, как только мог видеть глаз. Что это? Линг был ошеломлен видом облачной стены. Его стофутовая фигура дракона была всего лишь пылинкой перед ней. Двое демонов тоже пялились на нее, пораженные тем, что в этом мире существовало нечто столь величественное. Рамион с оттенком гордости сказал. Это еще не все. Оглядитесь вокруг. Что вы видите? Следуя совету Рамиона, Линг откинул голову назад, чтобы лучше рассмотреть всю облачную стену. Стоп это! На облачную стену была нанесен шестизубчатый механизм. Его дизайн повторял каждую гравюру на поверхности самого механизма в море пустоты. Он был похож на эскиз, который Пичи предоставил Линку. Должна быть связь между двумя механизмами, существующими в море пустоты и в царстве Федора. Затем Линг услышал голос Рамиона. Ты видишь это? За облаками лежит Храм Творца. Эти знаки, которые ты видишь перед собой, являются знаками Творца. Глава 649. Храм Творца, 2. Храм Творца. В этот момент Линг подумал о том, что волшебник Дадара рассказал ему об истории Федора. Бог создал мир и обучил людей магии, чтобы они могли управлять миром. Действительно ли Бог создал этот мир? Линг задавался этим вопросом. Дадара был всего лишь смертным. Он мог предоставить Линку только некоторые исторические факты, в то время как Линг не согласился ни с одним из мнений Дадары. Рамион же был другим делом. Он был практически на том же уровне, что и Линг, и он был очень хорошо знаком с царством Федора. Линг думал, что он получит определенный ответ. Неожиданно Рамион покачал головой. Я не знаю. Вернее, я не уверен, что ты имеешь в виду. Линг немного затормозил. Он чувствовал, что храм перед ним откроет для него великую тайну, но также может бросить его в новую великую тайну. Несмотря ни на что, его понимание мира будет нарушено. Десять тысяч лет – это слишком долго. Невозможно доказать древние легенды. Насколько я могу вспомнить, я жил в области за пределами храма Творца. Все, что я видел, говорило мне, что владелец храма – непревзойденный маг. Можно даже сказать, что он легенда. Но создал ли он это царство? Я не могу дать однозначный ответ. Очевидно, знания Рамиона тоже были ограничены. Линг мог только продолжать вперед. Пролетев более 20 минут, Линг оказался перед скоплением облаков. Отсюда он видел только безграничную белизну. Внутри скопления был тоннель шириной около 900 футов. Войди в тоннель. Внутри есть лабиринт. Слушай, мои команды, и не ошибайся. Иначе ты потеряешься и умрешь. Серьезно сказал Рамион. Линг не верил этому. Этот облачный кластер может удерживать меня там, пока я не умру. Рамион кивнул. Облака – это всего лишь маскировка. Внутри это лабиринт принципов. В течение тысячелетий люди пытались пересечь его, но никто не преуспел. Там более 1000 высушенных скелетов. Каждый из них когда-то был гением Федора. Хорошо, иди налево. Линг подчинился. Если Рамион был прав, этот лабиринт действительно мог бы помочь ему удрать от Назомы. Что касается того, может ли Назома заблудиться, Линг не был уверен. Назома был повелителем глубин. Его мудрость и сила определенно превзошли любого Федора. Другие не могли этого сделать, но это не значит, что он не мог. Линг просто надеялся, что лабиринт может задержать Назомо на некоторое время. Иди прямо примерно пол мили. Да, хорошо, иди направо, иди прямо. Иди вверх, поверни направо. Рамион продолжал руководить Линком. Лабиринт был трехмерным и невообразимо сложным. Пролетев 10 минут, Линг уже не знал, куда он летел. Если бы игровая система не подсказывала ему, он определенно потерялся бы. Он понятия не имел, как Рамион запомнил путь и мог без колебаний определить каждый ход. Похоже, что он чувствовал мысли Линка. Рамион объяснил ему между указаниями. Самое страшное в лабиринте, то, что путь постоянно меняется, по крайней мере, пять раз в день. Никаких шаблонов нет. Я могу найти правильный путь, потому что знак защитника направляет меня. С этими словами Рамион протянул руку и поднял рукав. Линк увидел шестерню на его запястье. Она светилась слабо и у Райманы. Таким образом, Линк был еще более уверен. После этого он перестал запоминать свой путь и просто продолжил лететь. Через полчаса он пролетел более 1000 миль, когда Рамион внезапно сказал. Затормози. Вперед выход, но он особенный. Через него нельзя просто взять и выйти. Вы должны пройти испытания. Линк следовал инструкциям. Примерно через полминуты он повернул за угол, и появилась длинная прямая дорожка. В конце была шестигранная шестерня, пылающая многоцветным светом. Механизм был полупрозрачным и вращался медленно. Каждый зуб шестерни имел свой цвет. Индиго. Красный, синий, фиолетовый, черный и белый. Каждый раз, когда он двигался, цвета менялись один раз. Волшебные руны на механизме также показали чрезвычайно сложные изменения. Мы здесь. Это называется вратами истинной самости. Когда ты предстанешь перед ними, они подвергнут твое сердце проверке. Это может быть очень болезненным процессом. Если ты сможешь выдержать его, ты проходишь. Если нет, ты останешься здесь и спрячешься от демона. Я пойду вперед. Надеюсь, я увижу тебя с другой стороны. Рамион покинул драконий когти Линка и улетел в светящуюся дверь. Затем он исчез. Даже его аура исчезла. Как будто он испарился. Линк не спешил. Двигая своими когтями, он поднял двух демонов. Вы слышали? Это врата истинной самости. Идите, попробуйте. Не обращая внимания на протесты демонов, он щелкнул пальцем и направил двух бедняк к светящейся двери. Они мгновенно упали. Три секунды спустя раздалось два ужасных крика, и из двери выскочили две фигуры. Это были демоны. На них не было никаких физических травм, но их глаза были дикими, и они сильно дрожали. Они выглядели напуганными до смерти. Линк терпеливо ждал. После более чем десяти минут Суккуба первой пришла в себя. Скажи мне, что случилось внутри, сказал Линк. Я видела свой конец. Более сильный демон отрубил мне голову, разрезал мне живот, оторвал нижнюю часть тела и съел меня. Суккуб снова начала дрожать, когда говорила. О, так вот чего ты больше всего боишься? Вот почему ты уничтожаешь своих противников, когда у тебя есть такая возможность. Линк был удивлен. Он не думал, что душа демона будет такой слабой. Суккуб была на легендарном уровне. Она не должна бояться быть уничтоженной. Как насчет тебя, Голль? Линк спросил. Я был разрезан на мелкие кусочки. Я даже чувствовал ледяной клинок. Нет, это слишком страшно. Голль снова схватился за голову. Линк покачал головой. Контракт души между ними сказал ему, что два труса не лгали. Теперь он хотя бы был уверен, что светящаяся дверь не повредит его телу. Схватив демонов, он взмахнул крыльями и ворвался во врата истинной самости. Появилась слабая вспышка света, и затем Линк почувствовал, что его окружение изменилось. Он видел Фируман. Судя по всему, это был не сегодняшний день. Скорее всего, Фируман здесь был близок к падению во тьму. Все царства было безжизненным. Земля, разъеденная тьмой, покрылась лишайниками или струпьями. Повсюду несчастье, убийство и схватки. Он увидел Селин, она проиграла бой. Демоны закололи ее копьем и водили ее повсюду, чтобы похвастаться. Она не была мертва. Ее кровь текла, и ее тело содрогалось. Ее лицо было искажено болью. Линк увидел город Гладстон, который он когда-то спас. Весь город был в огне. Река была малиного-красного цвета и заполнена телами. Несколько темных эльфов все еще убивали людей. Было много похожих сцен, которые он боялся увидеть больше всего. Хуже того, Линк теперь забыл о вратах истинной самости и о том, каким был Фируман. По его мнению, это происходило сейчас, и он был беспомощен. Он мог только смотреть. Это твой страх. Как ты с этим столкнешься? В голове Линка прозвучал голос. Да, как я с этим столкнусь? Линк спросил себя. Тогда другой голос в его голове сказал. Пусть страх сгорит в гневе и сожжет моих врагов. И еще один голос. В таком случае, какая разница между тобой и демонами, которых ты ненавидишь? Линк замер. Он быстро ответил. Я убиваю ради своей цели. Демоны убивают ради самого убийства. Какова твоя цель? Линк не ответил. Он вспомнил беспечные времена в деревне Криквуд. Он подумал о теплом дневном солнечном свете, мягком звуке птиц в лесу, утренним приветствием жителей деревни и случайным каретам, грохочущим за окном. Размышляя об этом, разум Линка стал таким же безмятежным, как утро в лесу Гринт. Не нужно больше слов. Сцена перед ним изменилась. Галлюцинация исчезла, и перед Линком появилась фигура. Это был Ромеон, защитник Федора. Линк посмотрел на свои когти. Двух демонов уже не было. Линк замер. В то же время перед его глазами мелькнуло сообщение. Миссия выполнена. Опасность. Назома. Повелитель Голубин. Игрок получил. Один энергетический кристалл. Открыта эпичная миссия. Древний эпос. Содержание миссии. Встань лицом к камню творения. Осознай древний эпос и выбери путь, по которому ты хочешь идти. Награда за миссию. Благословение бессмертия. Также известное как проклятие бессмертия. Вы принимаете? Ромеон посмотрел на Линка и вздохнул. Я был прав. Ты, чужеземец, который активировал камень творения. Пойдем со мной, дракон. Глава 650. Храм Творца. 3. Величественно выглядящий храм появился перед ними, когда они ступили через врата истинной самости. Его столбы были высотой в несколько тысяч футов и шириной в несколько сотен футов. Вокруг их верхних частей и потолка храма свисали густые облака. Это было действительно впечатляющее зрелище. Когда они были внутри храма, Линк увидел, что обе стороны храма были выложены бесчисленными статуями. Эти массивные статуи были заморожены во всевозможных позах. Казалось, кто-то ревет на небесах. Другой был заперт в поразительной позе, с боевым топором, державшим за головой в руки. У некоторых из них были спокойные взгляды на их лицах. Те же белые колонны облаков проникали сквозь щели между руками и телами, создавая им достойную, почти неземную ауру. Даже легендарному волшебнику было бы трудно создать храм такого масштаба вместе со статуями, которые он содержал. Казалось, все здания было изваяно руками, которые не могли принадлежать смертному. Затем двое пролетели примерно 25 миль через храм. Внезапно на небесах перед ними появился круглый камень, который светился голубым светом. Камень имел диаметр около 16 футов. Он плавал, как жалкая пылинка в воздухе, но Ромеон внезапно остановился в 2000 футах от него. Не совсем знакомый с окружением, Линк тоже остановился рядом с Ромеоном. Затем Ромеон сказал, это камень творения, ядро всего храма. Выглядит таким маленьким и до него рукой подать? Кажется, он находился в пределах 2000 футов от того места, где они были. Линк, вероятно, мог бы добраться до него одним шагом. Однако Ромеон не задал бы такой вопрос, если бы все было именно так. Что-то значит? Улыбаясь, Ромеон ответил. Я не могу выразить это словами. Тебе просто нужно лететь к камню, чтобы понять, о чем я говорю. Не волнуйся, это безопасно, хотя путешествие и может утомить. Я пытался достичь его раньше, но так и не смог совершить такой подвиг. Отбросив свои опасения, Линк сам полетел к голубому камню. Сначала он думал, что сможет добраться до камня за одно мгновение. Однако, пролетев некоторое время, он почувствовал, что что-то не так. Пока он летел, он заметил, что камень творения постепенно расширяется, пока не заполнит все его поле зрения. Он обернулся и увидел, что колонны храма и его статуи, которые простирались до небес, теперь были просто бесконечно малыми точками на земле позади него. Затем он посмотрел на себя и понял, что он тоже сжался до размера пылинки. Как ни странно, несмотря на то, что Линк пролетел почти час, он чувствовал, что он вообще не приблизился к голубому камню на небе. Он чувствовал, что становился все дальше и дальше. Раньше он был на расстоянии около 2000 футов от камня. Теперь, казалось, он был в нескольких сотнях тысяч футов от него. Я улетаю от него. Это пространственная магия. Но я не чувствовал никакой пульсации в пространственной ткани вокруг меня. Если бы не тот факт, что синий камень становился все больше и больше перед ним, Линк уже потерял бы всякое желание лететь к нему. Линк пролетел в этих любопытных обстоятельствах более трех часов. В тот момент синий камень полностью заполнил взор Линка. Рамиона и храма не было видно. Теперь у Линка создалось впечатление, что он был просто частичкой пыли, плывущей по просторам моря пустоты, а массивный камень творения навис перед ним. Сможет ли он достичь его? Когда он пролетел, казалось, целый век что-то случилось. Синий камень перед ним исчез. На его месте было зеркало. Рябь растекалась по поверхности, похожей на пруд, прежде чем полностью стихнуть, чтобы показать отражение. Линк мог видеть то, что отражалось в зеркале. У него было впечатление, что он смотрит вниз на весь мир с высоты в десятки тысяч миль. Вскоре Линк понял, что весь мир действительно отражается на поверхности зеркала. В этом новом мире были горизонты и континенты. На его континентах росли огромные города, в которых находились величественные, но необычно выглядящие здания. Он также заметил, что некоторые из этих городов плавали в воздухе, как массивные плавучие острова. Присмотревшись поближе, Линк понял, что этот мир находится на вершине волшебного новаторства, далеко за пределами того, что Линк мог даже вообразить. Если так и должно было выглядеть магическая современность в этой вселенной, то царство Фируман, в котором он жил все это время, больше не отличалось от эпохи, когда люди все еще жили в грязных хижинах и охотились на животных с копиями ручной работы. Это новое царство также казалось в три раза больше Фирумана. Что это за место? Может быть, это был древний эпос, о котором говорила миссия игры? Линк нахмурился. Он все еще летел к зеркалу. В тот момент, когда он обдумывал сцену перед ним, внезапно произошло другое изменение. На этот раз огромный метеорит упал с неба и приземлился прямо на одном из крупнейших континентов в зеркальном отражении. Метеорит был шириной 300 футов. При ударе он вызвал мощный взрыв, уничтожив целый город за считанные секунды. Люди из соседних городов приходили со всех сторон, чтобы потушить огонь. Вскоре ядро метеорита было обнаружено в середине кратера. Линк напряг глаза. Ядро представляло собой кусок породы диаметром 20 дюймов. Его материал, казалось, имел внеземное происхождение. Он был белым, как кусок нефрита. Однако, в отличие от нефрита, он излучал черную дымоподобную ауру. Затем он попал в руки важного мага с невероятной силой. Маг принес камень обратно в свою магическую лабораторию и начал исследовать и экспериментировать с его свойствами, чтобы полностью раскрыть его потенциал. Наконец, руки волшебника создали знакомый шестиступенчатый механизм. В этот момент что-то щелкнуло в голове Линка. Однако он продолжал наблюдать за происходящим в зеркале перед ним, чтобы все факты были в его руках. В отражении, после завершения механизма, маг начал вливать в него свою силу, чтобы испытать его. Механизм продолжал получать мощность от своего создателя и не показал каких-либо признаков остановки. В этот момент пути назад не было. Чтобы завершить свой эксперимент, маг продолжал находить новые источники энергии для механизма. Наконец произошла трагедия. Перед ним внезапно вспыхнул белый свет. Линк увидел, что весь город волшебника полностью испарился вместе с самим волшебником. Свет вспыхнул во всех направлениях. Казалось, что он усиливается все больше и больше по мере его распространения. Никто не мог остановить его. Любой, кто пытался, был просто стерт с лица земли. Когда свет разлился, Линк увидел нечто, похожее на дракона, убегающего в пустоту. Затем он увидел, как могущественный маг пожертвовал собой, чтобы расколоть царство. Он также видел демоноподобных существ, выливающихся в пустоту. В этом мире бесконечного света шести зубая шестерня медленно поднялась и затем исчезла в море пустоты. Вернувшись в испарившийся город, Линк увидел, что не все погибли в этой катастрофе. Линк увидел молодого человека, лежащего на земле без сознания. К своему удивлению, он понял, что этот человек похож на Назаму. После того, как механизм исчез в небе, он пришел в сознание. Затем его глаза долго были прикованы к небу. Линк уставился на молодого человека. Затем он заметил, что тот схватил черный камень в руке. Камень, казалось, излучал черную ауру, которая постоянно просачивалась в тело молодого человека. Его глаза постепенно краснели на протяжении всего процесса. Присмотревшись к черному камню, Линк понял, что это была масса черной примеси, оставленная ядром метеорита. Может быть, так выглядел доисторический фируман, но какое это имеет отношение к этому храму-творца, так далеко от фирумана. Может ли это быть из-за шестиступенчатого механизма? Линк был сбит с толку. Именно тогда отражение доисторического фирумана на зеркале внезапно исчезло. На его месте появился нетронутый синий фон. Три шара света плавали в нем. Двое из них были белыми и черными соответственно. Третий был полностью лишен цвета. Линк уставился на них. В одно мгновение игровая система пометила каждый из шаров света перед ним соответствующими надписями. Портал света, портал тьмы и портал истины. Кроме их имен, Линк не получил никакой другой информации. В поле его зрения появилось сообщение от игровой системы. Выберите портал, в который вы хотите войти. Глава 651. Храм Творца, 4. Обычно Линк и ногой бы не ступил в портал, не разбираясь в ситуации. Но теперь в его сердце накопилось любопытство. Он действительно хотел знать, что было за дверью. Кроме того, он видел, как другие демонстрировали чрезвычайно высокоуровневые навыки на этом пути. Некоторые даже превзошли его понимание. После секундных колебаний Линк решил пролететь через врата истинной самости. Как ни странно, в тот момент, когда он сделал выбор, два других портала исчезли. Врата истинной самости затмили его взор. Линк больше не колебался. Он нырнул внутрь. Вид изменился перед ним. Через некоторое время свет вокруг него стал нежным. Линк обнаружил, что его форма дракона исчезла, и он вернулся в человеческую форму. Теплый солнечный свет осветил его, и запах книг ударил в его нос. Он оглянулся вокруг. Он был окружен кругом полок, заполненных всевозможными магическими книгами. Рядом с ним был маг. Его черты были такими же, как в Эпасе, который создал шестистронний механизм. Даже его одежда была такой же, что ты здесь делаешь. Линк ахнул. Разве ты не мертв? Извини, но я. Когда вспыхнул бесконечный свет, он своими собственными глазами увидел, как маг испаряется. Маг улыбнулся. Я умер, но я вернулся к жизни. Бог света воскресил меня. Бог света? Ты говоришь об этом механизме? Линк замерз. Маг был немного смущен. Механизм? О, это действительно похоже на то, но это только внешний вид. В действительности он, бог света. Линк был еще более шокирован. Эпас говорит, что ты создал его. Значит, ты говоришь, что создал бога. Создать бога? Маг изогнул брови. Затем он улыбнулся и покачал головой. Нет, нет, нет. Ты не видел всей истории. Случилось так, что бог света существовал всегда, но он был ранен. Я просто помог вернуть его к жизни и очистил тьму в душе бога. То, что ты видел, было процессом перевоплощения бога света. Это имело больше смысла. Если кто-то может создать бога, тогда его мудрость должна быть невероятно глубокой. Линк чувствовал бы себя не более чем муравьем перед кем-то таким. После паузы он посмотрел на книги вокруг себя. Я выбрал портал истины. Эта самая истина заключена в этих книгах? Маг кивнул. Когда ты вошел в этот мир, бог света почувствовал это. Он велел мне позаботиться обо всем, поэтому я велел послать к тебе этого парня, Рамиона. Ты действительно пришел и выбрал врата истинной самости, как я и ожидал. Это путешествие тяжело далось тебе. Чтобы сделать тебе подарок, ты можешь выбрать любую из этих книг и скопировать ее. Запомни, только одну книгу. Этого желает и бог света. Только одна книга. Линк посмотрел на сотни и тысячи книг вокруг него. Казалось, что он нашел гору сокровищ, но не мог унести их всех. Маг мог понять, о чем он думал. Он улыбнулся и покачал головой. Мне не жалко. Просто эти книги мне не принадлежат. Я простой управленец. Я тоже не могу читать эти книги по своему желанию. Бог света – истинный владелец. Каждая книга содержит чрезвычайно ценное знание. Смертный может не понять ни одной книги даже за столетие. Дать тебе одну книгу – это уже большое благословение. Услышав это, Линк почувствовал, что он был жадным. Я понимаю, сказал он. Иди, выбери одну. Маг жестом пригласил его. Линк глубоко вздохнул, успокаиваясь, и благоговейно подошел к книжной полке. Книги переливались волшебным светом, и их названия соблазняли его. Тайна света, свет и тьма, троица, техники чтения заклинаний супермага, священное царство, макроэлементы. От всех книгу Линка закружилась голова. Каждая была соблазнительной, и он не хотел упускать ни одной. Будто бы обычному человеку, который мог взять лишь один драгоценный камень из сокровища Либабы, невозможно было определиться. В то время как он был в противоречиях, Линка внезапно привлекла одна книга, «Священное царство». Священный означало легендарный, поэтому эта книга описывала заклинания на легендарном уровне. С нынешним уровнем Линка, он сможет понять ее и извлечь из нее пользу. Книга выглядела толстой. Она была толще, чем другие книги, поэтому в ней было много контента. В книгах такого уровня не было бы ни одного бесполезного слова. Каждое слово было важным. Поскольку было больше слов, было бы больше контента, и он получил бы от этого больше. Думая об этом, Линк смел все неорганизованные мысли, находясь в архиве истинного Бога. Он указал на Священное царство и сказал, «Я скопирую вот эту». Ты уверен? Я уверен. Макс хватил волшебную книгу. С полки появилась тень. Когда она пролетела около трех футов, она стала материальной и полетела в сторону Линка. Линк протянул руку и поймал ее. Он посмотрел на полку. Ну, Священное царство было все еще в ее первоначальном месте. Этот метод копирования был почти божественным. Линк не мог такого повторить. Молодой человек, сказал маг, «Вы должны вернуться туда, откуда пришли». Линк снова поколебался. Он хотел отправиться на поиски таинственного механизма, которым был Бог Света. В конце концов, армия демонов все еще ждала его в море пустоты. Бог разрушения также искала его. Если он покинет это царство, он умрет. Как будто читая его мысли, маг покачал головой. Бог Света уже приветствовал вас. Больше нет причин искать его. Что касается врагов в море пустоты. У меня для вас есть только одно. В этом мире есть истинные боги, но бледный охотник фигани не в их числе. Линк застыл. Что вы имеете в виду? Маг улыбнулся. У вас уже есть ментальный образ. В этом случае нетрудно увидеть истину. Что касается истины, вы должны найти ее сами. Это путь, по которому вы должны пройти сами. Идите же. Как только он закончил, Линк почувствовал, что плавает. Пейзаж вокруг него резко закрутился. Три секунды спустя пейзаж остановился, но он превратился в темно-зеленый туман. Энергетические вихри проходили мимо, давя на него хаотической силой. Это было море пустоты. Линк быстро принял свой драконий облик, чтобы отразить силу пустоты. В то же время, появилось сообщение. Миссия выполнена. Древний эпос игрок получил благословение бессмертия. Использовать сейчас? Использовать Линк выбрал без колебаний. В мире не было истинного бессмертия. Даже бог света однажды погиб. Так называемое бессмертие было просто бессмертием в мире без внешней силы. Так как у него могло быть что-то настолько хорошее, он не отказался бы от этого. Как только он заговорил, Линк почувствовал дрожь в теле. Неописуемая сила пролетела сквозь него, мгновенно омывая все его тело. Он увидел, что серебристо-черные чешуйки на нем немного изменились. Присмотревшись, он увидел, что на поверхности были древние волшебные вены. Они были похожи на вены на таинственном механизме. Далее в его поле зрения появились детали. Игрок получил. Благословение бессмертия. Благословение бессмертия. Божественное заклинание. Эффект 1. При благословении все эффекты царства на цели будут удалены. Эффект 2. Скорость восстановления целей увеличится на 100%. Этот эффект никогда не закончится. Возбужденный. Линк проверил свое текущее состояние. Он увидел, что скорость восстановления его сущности царства нормализовалась. Она была 180 очков в секунду. Это здорово. Теперь у меня практически бесконечная сила, и мое тело может быстро восстановиться. Мне не придется беспокоиться об утомлении, даже если я использую свою максимальную скорость. Даже если Назама использует ковчег пустоты, чтобы преследовать меня, я все равно могу сбежать. Думая о Назаме, Линк вздрогнул. Федора был прямо за ним, в то время как Назама и бог разрушения были рядом. Он не мог остаться здесь. Имея это в виду, он тут же взмахнул крыльями дракона. Сила пустоты изверглась, и он выстрелил в Федора, как ракета. Когда он летел, Линк также проверил другую награду от миссии. Кристалл энергии. Этот полупрозрачный кристалл имел 28 сторон и содержал вихрь энергии, который продолжал вращаться. Он излучал чистую ауру силы. Линк мог почувствовать, что если он сможет поглотить эту силу, его предел мощности определенно возрастет. Он может даже добраться до 14-го уровня. У него была идея. Когда он доберется до Фирумана и придет в себя, он начнет поглощать его. Как раз когда Линк покинул Федора, Назама, преследовавший его, почти сразу же получил сообщение от бога разрушения. Прекрати гоняться за ним и возвращайся. Он в море пустоты. Назама был в шоке. Когда он ушел, где он? Я могу лишь смутно ощущать его местонахождение. Нам нужен твой ковчег, чтобы преследовать его, ответила бог разрушения. Назама все еще колебался. Он обернулся. Он мог видеть огромное облачное скопление с механизмом. Это было существо, которое он искал. По сравнению с этим, Линк был не так важен. Преследовать его или идти к механизму. Подумав еще несколько секунд, Назама проигнорировал бога разрушения. Он бросился в белые облака, ныряя без дальнейших колебаний. В этот момент кровавый свет исчез из его глаз, сделав их совершенно черными. Бог света, я очень долго искал тебя. Значит, ты прятался здесь? Да. На этот раз ты не сможешь сбежать. Глава 652. Выживает приспособленный. Внезапно путь Назамы прервала невероятная сила. Воздух перед ним был сильно искажен. Теперь он напоминал турбулентную поверхность океана во время шторма. Бесчисленные крошечные точки золотого света плавали перед Назамой. Каждый раз, когда Назама пытался двигаться вперед, эти точки света собирались вместе, отталкивая его назад. Когда он был вынужден сделать шаг назад, эти точки света рассеялись, ослабив их сопротивление против него. Ха-р-р-р-р. Я не могу пройти. Назама сделал шаг назад. Затем он пристально уставился на золотые точки света, что он совершенно забыл про течение самого времени. Прошел час. Без предупреждения тело Назамы засверкало черным светом. Затем он продвинулся вперед и влево. Как ни странно, точки света перед ним не замечали внезапного движения Назамы. Они продолжали кружиться в турбулентном потоке, не пытаясь остановить его. Когда он находился примерно в 100 футах в искаженном пространстве, золотые точки света почувствовали его присутствие. Они быстро приблизились к нему, готовые выгнать его еще раз. В одно мгновение Назама остановился. Как ни странно, как только он перестал двигаться, все золотые точки немедленно ослабли, прежде чем вернуться в свое рассеянное состояние. Как будто они только что потеряли свою цель и не видели смысла занимать наступательную позицию. Назама терпеливо ждал там. Минуты шли. Через полчаса он возобновил наступление через искаженное пространство. На этот раз он остановился еще раз, пробежав вперед более 150 футов. После трех дней, чередуя остановку и продвижение, туман перед ним рассеялся, обнажая непрерывно вращающийся силуэт на его пути. Врата истинной самости. Назама улыбнулся. Его глаза блестели черным блеском, который отражал бесконечное ночное небо. С достаточно близкого расстояния можно было бы подумать, что они смотрят в бездонные ямы, угрожая высосать души тех, кто достаточно глуп, чтобы смотреть на них. Бог света. Мое сердце наполнено ничем иным, как тьмой. Я потушу каждый кусочек света в каждом царстве. Ты должен знать это. Врата истинной самости не будут иметь на меня никакого влияния. Сказав это, Назама без колебаний прошел через врата. Он мог чувствовать искажение силуэта вокруг него. Три секунды спустя силуэт исчез. Перед ним появился храм, который величественно поднялся в небеса. Черное сияние вокруг тела Назамы усилилось, как только он увидел этот храм. Стой, где стоишь, демон. Прозвучал звонкий голос. В нем был намек на гнев. Это был Ромеон. Ромеон с такой скоростью приближался к Назаме, что его сияющее тело превратилось в молнию. Букашка. Назама медленно плыл к храму света, ничуть не обеспокоенный появлением Ромеона. Одно из его черных щупалец набросилось на Ромеона, как кобра. Черное щупальце легко схватило Ромеона, сжалось вокруг его тела и выставило его высоко в воздухе. Без предупреждения наконечник щупальца вонзился в одну из ноздрей Ромеона. Ааааа. Ромеон вскрикнул. Его лицо исказилось от боли. На его теле появились синие вены, похожие на дождевых червей. Через пять секунд щупальце отпустило Ромеона. Его внешность сильно изменилась. С его ужасно искаженными чертами лица, налитыми кровью глазами и гниющей кожей, Ромеон теперь напоминал труп, который был возвращен к жизни. Его единорог также претерпел ужасную трансформацию. Его глаза теперь излучали черное сияние, а под копытами горело зеленое пламя. Его чистая белая грива стала ужасно черной, а из уголка его рта постоянно текла смалоподобная жидкость. Мастер Ромеон стоял в стороне, пропуская Назаму. Даже не удосужившись посмотреть на него, Назама быстро влетел в храм Творца. Вскоре он наконец нашел камень творения. Назама остановился, когда увидел камень. Черная энергия теперь яростно билась над его телом. Издалека он выглядел бы как огромный черный шар. 200 000 лет, бог света, я искал тебя 200 000 лет, и теперь я наконец-то нашел тебя. Ты скучал по мне, старый друг? Бесчисленные черные щупальца теперь кружили вокруг тела Назамы, обвивая каждую колонну и статую в храме, разъедая все в их объятиях. Бум! Звук разбитого камня отразился в храме. Все здания быстро рушились вокруг Назамы. Из ниоткуда в рушащемся храме появилась фигура. Это был маг, чьи волосы были такими же белыми, как и халат в полный рост, в котором он был одет. Как только он появился, в воздухе в радиусе 100 футов вокруг него появилось несколько рун. Руны немедленно образовали барьер золотого света вокруг мага. Любое щупальце, попадающее на него, просто таяло при контакте с барьером. Назама был рад видеть мага перед ним. Значит, ты все еще жив, Верховный Волхв Тарик. В древние времена Верховный Волхв был самым высоким званием, на который маг мог когда-либо надеяться получить. Верховный Волхв Тарик в расцвете сил стоял на вершине целого мира. Тарик покачал головой. Я бы никогда не догадался, что этот мой нерадивый ученик станет одним из самых страшных демонов, когда-либо существовавших в море пустоты. Он знал, кто такой Назама. Назама был широко известен, по большей части по негативным причинам. Назама ухмыльнулся, да, может показаться, что время изменило нас обоих. Я здесь, чтобы погасить свет. Полагаю, ты здесь, чтобы остановить меня? Конечно, тихо сказал Тарик. Барьер света расширился вокруг него в 10 раз, растопив больше черных щупалец Назамы. Ты не осилишь пойти против меня, Тарик, сказал Назама, качая головой. Затем он протянул руку. Он держал в ней черный камень. Камень поверхность камня была гладкой, что свидетельствует о том, что он играл с ним довольно долгое время. Тарик был ошеломлен, когда увидел камень в руки Назамы. Камень тьмы. Ты не Назама, ты его марионетка. Марионетка? Ну, этот нерадивый ученик, в конце концов, оказался весьма полезным. В качестве пустой оболочки для меня, для моего выживания. Игнорируя Тарика, Назама посмотрел на камень творения, который все еще парил в воздухе. Он крикнул, Бог света, я вернулся. Почему бы тебе не показать себя? Как только он произнес эти слова, луч света упал с камня творения, прежде чем слиться в сферу света шириной 200 футов перед Тариком. Чистый, громкий голос произнес, тебе не следовало возвращаться, тьма в моей душе. Назама издал безумный смех. В чем дело? Не поприветствуешь меня? Не говори мне, что ты забыл, кто ты есть на самом деле, после этих 200 000 лет, которых тебе поклонялись как Богу света. Или те времена, когда мы пожирали одно царство за другим, не хочешь вспоминать об этом? Черные щупальца вокруг его тела теперь кружились вокруг шара света. То, что произошло позже, стало шоком для Тарика. Бог света даже не боролся с щупальцами, когда они начали обвиваться вокруг него. Мой Бог, почему? Воскликнул Тарик. Я не могу остановить его. Будь то свет или тьма, он все еще является частью меня. Тарик, возможно, я солгал тебе. В тот раз царство Фируман было слишком сильным. Когда я прорвался, произошел несчастный случай. Я был ранен. Ты не вернул меня к жизни. Я просто позволил тебе испытать тьму во мне. Тарик был ошеломлен. Он почувствовал, как его вера рушится. Что? Значит, все, что ты мне когда-либо говорил, было ложью. Не все. Некоторое из этого пришло от светлой стороны моей личности. Темная энергия продолжала течь в тело Бога света, которое теперь тускнело и постепенно излучало пурпурное сияние. Тарик теперь был в панике. Если свет и тьма являются полярными противоположностями друг друга, почему Бог света просто позволит себе быть поглощенным тьмой? Свет и тьма всегда были двумя сторонами одной медали – смертный. Мое настоящее имя – правитель света и тьмы. Союз света и тьмы – это моя истинная природа, и они подчиняются всем моим указаниям. Тарик был теперь на грани отчаяния. Если ты такой могущественный, почему ты все еще хочешь уничтожать царство? Уничтожить? Да нет же, я пожираю царство. Позволь мне кое-что спросить, Тарик. Допустим, ты ешь яблоко прямо сейчас. Не мог бы ты остановиться и задуматься о чувствах живущих в нем червей, когда ты жуешь его? Это не имеет ничего общего с добром или злом. Просто выживает приспособленный, и всего-то. По спине Тарика пробежала дрожь. Все, что он мог чувствовать сейчас, было полным отчаянием. Тогда почему ты все еще отвечаешь на вопросы такого червя, как я? Хе-хе-хе. В этот момент назама исчез. Шар света, который был богом света, побагровел. Голос рассмеялся. Ну, ты был моим послушным домашним животным. Конечно, ты заслуживаешь особого отношения. По сравнению с другими смертными, ты занимаешь особое место в моем сердце. Что ты будешь делать? Сказал Тарик. Его голос звучал глухо от отчаяния. Теперь, теперь я немного голоден. Я не ел уже 10 000 лет. Я вижу, что это яблоко по имени Федора уже достаточно созрело. Оно выглядит очень сочным. Нет, я не позволю тебе. Аура вокруг Тарика сошлась в единый луч света, который затем пронзил пурпурный шар света, словно меч. С грохотом из фиолетового шара света вылетели осколки стекла. Однако Тарика нигде не было видно. Он полностью распался в пучок дыма. Бедный Тарик. Он предпочел бы отщипнуть от меня маленький кусочек ценой собственной жизни, а не остаться чуть дольше, в роли моего питомца. Что-то у меня разыгрался аппетит. Глава 653. Ха-ха, теперь он труп. Пока в Федора происходили судьбоносные перемены, Линк спешил через море пустоты. Нет, точнее, он бежал, спасая свою жизнь. Смутная энергетическая рябь уже доходила до него. Линк был знаком с ее чистотой. Она была идентична ковчегу пустоты. Еще более шокирующим было то, что он чувствовал ауру разрушения. Демоны были слабой угрозой, но теперь на сцену вышел и бог разрушения. Я не знаю, смогу ли я сбежать на этот раз. Он чувствовал, что скорость врага все еще была выше его. Разница была невысокой, но с этой текущей скоростью они настигли бы его прежде, чем он долетит до Федора. Мне нужно сбежать, подумал Линк, но он не мог придумать план. Через некоторое время его сердце подпрыгнуло, и внезапно появилось сообщение. Предупреждение. Предупреждение. Вторжение в систему. Предупреждение. Вторжение в систему. Невозможно остановить вторжение. Самоуничтожение активировано. Не прошло и секунды, как Линк почувствовал, как его сознание сильно потрясено. У него закружилась голова, как будто его били током. Все его зрение стало кроваво-красным. Мир, казалось, был окрашен кровью. В чем дело? Линк потерял хладнокровие. Со слов игровая система была самоуничтожена из-за вторжения. Но кто был вторженцем? Кто был настолько могущественен, что даже система была вынуждена самоуничтожиться? Это бог разрушения? Первым Линк заподозрил своего самого сильного врага. Это должен быть кто-то на божественном уровне. Бог разрушения был его самым большим врагом в настоящее время. Подождите, это может быть и другой темный бог, как Лилит, с которой он сражался раньше? Конечно, все это были лишь догадки. У Линка не было никаких доказательств. Это изменение было настолько радикальным, что Линка сердце ушло в пятки. Он смотрел из стороны в сторону, пытаясь найти врага в тонком белом тумане моря пустоты. Именно тогда кровавая сцена снова изменилась. Кровавый свет, который вспыхнул и заполнил зрение Линка, быстро угас. Появились странные руны. Линк изучил их и обнаружил, что они были волшебными рунами. Они были похожи на вены на таинственном механизме, но немного отличались. Сначала они выглядели как компьютерные коды с Земли. Они выстраивались строками в зрении Линка. Примерно через пять секунд они превратились в различные магические образования. Они появились намного быстрее, чем раньше, и продолжали меняться. Линк сделал все возможные, чтобы запомнить изменения. Его душа стала сильной, и у него была фотографическая память. Он отслеживал изменения и запоминал каждую деталь. Примерно через 30 секунд скорость была почти на пределе скорости реакции Линка. Туман сгущался и становился все гуще. Он перекрыл весь обзор. Эта сцена длилась около 50 секунд, а затем внезапно исчезла. Наконец появилась строка слов, которую Линк мог прочитать. Успешная перестройка игровой системы, перезапуск всех функций. Бип-бип. Завершите перезагрузку, сгенерировав системный журнал. Журнал завершен. Линк был еще больше смущен этим. Что случилось? Спросил он себя. Как только он подумал об этом, в его поле зрения появился темный серебряный шар света. Линк был знаком с этим. Когда бог света послал его в Феруман, он был в этом полуживом состоянии. Время пустоты было сильно искажено. Создана новая временная шкала. Теперь я больше не буду собой. Герой, я говорю с тобой в последний раз. Бог света. Линк был в шоке. Нет, я больше не чистый свет. Тьма снова осквернила меня. Услышав это, Линк подумал о том сообщении вторжения. Его сердце подпрыгнуло. Он почувствовал холодный тримор. Затем всплыли воспоминания о древнем эпосе. Вероятность возникла у него в голове. Он воскликнул. Это был назома и ужасная древняя тьма, верно? Да. Тьма и свет снова поменялись местами. Новый я уже появился. Теперь я не супервородный грех тьмы и вижу все царства как пищу. Тысячи лет назад я был известен как повелитель света, но также пожиратель миров. Теперь я пожираю Федора. Скоро я пойду на Феруман. Что с тобой сейчас? Линк был в ужасе. Это всего лишь образ, который я оставил позади. Когда я был богом света, я знал, что этот день настанет. Таким образом, я сделал некоторые приготовления. Герой из мира смертных, береги себя. Как только он закончил, темный свет исчез из видения Линка. Его сердце охладело. Он спросил. Игровая система, ты еще тут? Примерно через секунду в его зрении появилась строка. Игрок, чем я могу помочь? Линк испытал облегчение. Он быстро спросил. Повелитель света может пройти через тебя и вторгнуться в мою душу? Нет. Игровая система уже реструктурирована. Она уникальна. После того, как бог света создал эту систему, он принял решение удалить этот момент из памяти. Повелитель света не может взломать систему. Линк был немного успокоен. Бога света уже нет. Система миссий все еще есть? Да. Функции системы не изменятся. Хотя награды могут быть изменены. Очки о мне и награды заклинаний не изменятся, но игрок не может получить материальные награды. Это было терпимо. Теперь он внезапно обнаружил, что его окружение было знакомо. Присмотревшись, его сердце подпрыгнуло. Кажется, именно здесь я столкнулся с ловушкой отрицательной энергии. Он немедленно замедлился. Впереди были еще остатки вихря. Вокруг ловушки отрицательной энергии море пустоты было очень спокойным. Кроме того, что оно выглядело темнее, оно ничем не отличалось от обычного пространства. Энергетические волны от ковчега пустоты были еще ближе, но Линк не продолжил движение вперед. Он обошел ловушку отрицательной энергии и решил использовать ее, чтобы стряхнуть преследователей. Но как? Линк подумал. Три секунды спустя его глаза прояснились. Он придумал план. Это было немного рискованно. Даже если ему это удастся, он все равно понесет большие потери. Но успех был очень возможен, и это могло привести к ужасным потерям для его противника. Он также может заставить бога разрушения потерять имидж. Как бы то ни было, времени мало. Вперед. Линк был человеком, который переходил к действию, как только он принимал решение. Пока Линк планировал маршрут побега на ковчеге пустоты, бог разрушения внезапно посмотрел на Федора. В чем дело? Осторожно спросил демон Мак Глин. Назама был его хозяином, но это был бог. Назама совсем не был ее соперником, и он застрял в Федора прямо сейчас. Таким образом, его люди, естественно, должны были слушать бога разрушения. Это была не ее вина, что она была сильнее Назамы. Бог разрушения долго смотрела, нахмурив брови. Я больше не чувствую силы Назамы. Он исчез, и в то же время появилась очень мощная сила. Она принадлежит истинному богу. Глин был в шоке. Вы говорите, что Назама был убит этим истинным богом. Это было действительно неожиданно. Темно-красные глаза бога разрушения мерцали. Не знаю, ситуация странная, но это было решением Назамы. Это не имеет к нам никакого отношения. Продолжим. Мы почти догнали этого отвратительного таракана. Спустя полчаса полета, демон внезапно закричал. Смотрите, это лорд Ферди. Он застрял в ловушке отрицательной энергии. Все посмотрели. Сквозь тонкий туман они могли видеть темную серебряную фигуру, бесконечно кружившую на расстоянии. Они мало что могли видеть в темноте, но он, казалось, был пойман в ловушку. Ха-ха, теперь он труп. Мак Глин хихикнул. Глава 654. Без потерь, нет развития. С глухим грохотом из крыльев черного дракона начала выливаться прозрачная энергия пустоты, толкающая его вперед. Однако импульс движения дракона длился недолго, так как он был легко притянут назад гигантской невидимой рукой. Ковчег в форме блюдца медленно приближался к нему. Наконец он остановился в 50 милях от массивного тела дракона. Высокая красная голограмма появилась на верхней части судна. Изображение было высотой около 10 000 футов. Ковчег пустоты парил под ним, как насекомое, парящие в темных просторах пустоты. Через некоторое время мерцающий образ окончательно превратился в змеиную форму бога разрушения. Из голограммы ноги раздался голос, который проходил сквозь белые туманы, рассеянные во всех направлениях через море пустоты. Линк, ты в ловушке. Сдайся и поклянись в своей верности мне, и я помогу тебе. Движители крыльев Линка все еще были в полном разгаре, когда он отчаянно пытался вырваться из ловушки отрицательной энергии. Он ответил, я бы лучше умер. Как я понимаю, у тебя нет выбора, сказала бог разрушения с оттенком радости в голосе. Она наблюдала, как Линк боролся с гравитационным притяжением ловушки. В царстве Фируман я не могу покончить с тобой лично, но здесь, в море пустоты, ты предо мной не более чем насекомая. Ты убил многих моих лейтенантов. В Фирумане ты мог себе этого позволить. Я хочу посмотреть, как отчаяние медленно поглотит тебя. Ковчег пустоты медленно продолжал приближаться к ловушке отрицательной энергии. Бог разрушения молча наблюдала, как Линк движется к неминуемой смерти. Бум! Линк взмахнул крыльями назад, пытаясь набрать еще большее расстояние между ним и ловушкой. Однако все было напрасно. Теперь он был как жук, попавшийся в паутине. Любая попытка вырваться была бессмысленной. Каждый новый всплеск энергии пустоты от его движителей крыльев просто высасывал огромную порцию энергии в его теле, подталкивая его все ближе и ближе к собственной гибели. Однако драконы обладали высокой выносливостью. Хотя можно с уверенностью сказать, что он сейчас находится на пути к верной смерти, процесс сбудет чрезвычайно медленным. Прошло более четырех часов, прежде чем Линк начал проявлять признаки усталости. Бог разрушения продолжала молча наблюдать за борьбой дракона со смертью. Для такого божества, как она, продолжительность четырех часов была ничем. Она получала прилив удовольствия, пока выражение отчаяния на лице Линка усиливалось с каждым мгновением. Это было событие, которое она хотела бы смаковать еще часов восемь, если бы ей пришлось. Когда казалось, что Линк вот-вот попадет в ловушку отрицательной энергии, бог разрушения вяло протянула руку, которая быстро вытянулась до тела дракона. Это было весело. Подожди, ты не Линк. В тот момент, когда она взялась за тело дракона, бог разрушения сразу почувствовала, что что-то не так. Это было просто пустая шелуха. Тело, которое она держала, все еще сохраняло его безупречные чешуйки дракона, крепкие мышцы и скелет. Издалека оно выглядело как настоящий Линк. Однако, держа тело в руке, она сразу поняла, что оно полностью лишено души. С точки зрения бога истинная сущность жизни находилась в душе человека, в то время как его физическое тело было просто результатом объединения различных энергий. Любой бог сможет изменить физическое тело смертного, не потревожив его. Хорошо сыграно. Изгнал свою душу из физического тела и оставил пустую шелуху, чтобы обмануть меня. Действительно хорошо сыграно. В тебе еще есть дух смертный. Все, что бог разрушения чувствовала прямо сейчас, было чистым, пылающим гневом. Энергия ворвалась в ее кончики пальцев волнами. Взрыв. Тело дракона распалось на куски, как воздушный шарик между ее пальцами. Тело дракона Линка может быть почти неразрушимым для большинства смертных. Однако перед лицом силы бога он был нежным, как кусок тафу. Когда тело дракона взорвалось, гнев бога разрушения несколько утих. Все, что теперь осталось в ней, было странное чувство разочарования. Тело дракона, которое она уничтожила, было значительно мощнее, чем большинство легендарных тел. Мало того, что оно обладало магическим сопротивлением 18го уровня, но, похоже, на него также было наложено утонченное заклинание долговечности. Такое тело было бы несравненной ценностью для легендарного мастера 13го уровня, такого как Линк. Она никогда бы не подумала, что Линк так легко бросит его. Однако Линк сумел обмануть ее, бросив свою форму дракона. Если бы у нее был такой человек, она уже давно бы поставила весь Фируман на колени. Было действительно жаль, что Линк снова обвел ее вокруг пальца. Должно быть, он сбежал еще 4 часа назад. Нет никакого смысла преследовать его. Бог разрушения вернулась обратно в корабль. Всемогущая, поздравляю с убийством Линка. Глин, демон маг, вышел, чтобы поздравить своего хозяина. Он видел, лишь как тело дракона взорвалось на части в руках бога разрушения. Бросив на него косой взгляд, бог разрушения холодно сказала. Идем назад к Фируману. Линк выстроил себе настоящую крепость в Фирумане. Что еще хуже, теперь у него было более 3000 легендарных воинов. Она не собиралась в одиночку брать это царство штурмом. Она просто не могла позволить Линку продолжать существовать. Глин был смущен тем, что происходит. Бог разрушения, похоже, не была в настроении. Ради собственной жизни он решил держать рот на замке, чтобы не сказать что-то, что могло бы вызвать ее гнев. Тем временем Линк уже несся через море пустоты на максимальной скорости. Вскоре перед ним начал расти туманный шар света. Это было царство Фируман, его второй дом. Чтобы выиграть себе время, Линк оставил свою форму дракона, а также огромную часть своего сердца дракона. Все, что осталось, это его человеческая форма, покрытая слоем чешуек дракона невосприимчивых к магии, который не позволил ему получить урон от энергии пустоты снаружи. Он все еще сохранил свой уровень мощности в середине 13го уровня. Однако масштаб его силы был уменьшен более чем на 80%. Скорость его восстановления энергии также снизилась вдвое. Потеря, которую он понес на этот раз, была просто невообразимой. Однако потеря его формы дракона была ценой, которую Линк был готов заплатить, если бы это означало спасение от вечного рабства под богом разрушения. Время работает по-разному в каждом мире. Интересно, сколько времени прошло с момента моего ухода из Фирумана? Высшие эльфы все еще продолжают свои планы по воссоединению царства? Если да, то какого прогресса они уже достигли? Крепость Арида, наконец, вступила в бой, как усилен сейчас дела. Все эти вопросы начали всплывать в голове Линка. Однако, поскольку он потерял свою форму дракона, он мог лишь шаг за шагом пересекать море пустоты к Фируману. Постепенно сфера Фирумана расширилась в поле его зрения. Теплая непреодолимая сила излучалась от нее к нему. Как только она попала в тело Линка, случилось нечто странное. Линк почувствовал внезапный прилив тепла в его теле. Этот поток тепла начал циркулировать в нем, усиливаясь с каждым витком внутри его тела. Когда он приблизился к Фируману, он почувствовал, как в нем кружится еще большая сила. Откуда я получаю столько энергии? Это невероятно. Линк открыл интерфейс игровой системы перед собой и увидел, что его уровень мощности увеличивается на одно очко каждые 20 секунд. Более того, казалось, что он растет еще больше, покуда Линк все ближе и ближе приближается к Фируману. Хэм. Линк пробил внешнюю мембрану царства Фируман. Затем он заметил что-то странное. Он не чувствовал никакого сопротивления, действующего против него, когда он проходил через нее. Как мать, приветствующая возвращение своего ребенка обратно в свои объятия, Линк смог легко проскользнуть в царство Фируман. В то же время огромное количество энергии начало течь в его тело. Теперь он чувствовал себя совершенно спокойно, словно лежал на мягкой траве под нежными лучами весеннего солнца. Уровень его силы теперь увеличивался на одно очко каждые 10 секунд. В этот момент Линк почувствовал, как будто солнечный свет наполнил его душу, избавив его от уныния, которое он испытывал по поводу потери своего сердца дракона. Первые семена уверенности выросли внутри него. Просто невероятно. Даже несмотря на то, что у него все еще была сила середины 13го уровня. Даже несмотря на то, что его враги не истовствовали по всему Фируману и за его пределами, хотя в Фирумане все еще были грозные персонажи, такие как призрачный сталкер Морфеус и Мировое Древо, которые могли в любое время раздавить его. Линк от всего сердца верил, что никто не сможет победить его и что теперь он способен победить любого, кто встанет у него на пути. Линк был несколько удивлен этой вновь обретенной уверенностью. Откуда взялась вся эта уверенность? Это такая странная реакция, особенно для того, кто едва избежал смерти. Пока он ломал голову над тем, что с ним происходит в данный момент, внезапно Ода Полнолуния заговорила. «Поздравляю, Линк. С чем? Я только что понес ужасную потерю, нахмурившись», — сказал Линк. «Разве ты не чувствуешь себя королем мира?» — спросил дух меча. «Ну, совсем чуть-чуть», — ответил Линк. «Это означает, что ты получил признание от самого царства Фируман. Теперь ты действительно аватар царства», — объяснил меч. «Я был свидетелем чего-то подобного в то время, когда еще находился в распоряжении доминатора души, так что я хорошо знаком с тем, через что ты сейчас проходишь». «Аватар царства», — почему именно сейчас Линк был ошеломлен. Он внимательно прочувствовал все, что происходило в его теле. Ему действительно казалось, что он только что получил благословение царства. «Может быть, это потому, что ты восстановил свою независимость, освободив себя от контроля Бога Света». «Это звучало логично». «Сообщение от игровой системы появилось в поле зрения Линка, как будто в ответ на слова меча». «Изучение проникновения посторонней энергии в тело игрока». «Изучение энергетического состава». «Исследование завершено». «Игрок получил благословение царства». «Подтверждение игровой системы немедленно отмело все подозрения Линка относительно рассматриваемого вопроса». «Он облегченно вздохнул». «Это была награда, чтобы компенсировать ужасную потерю, которую он понес в море пустоты». «Внезапно перед ним вспыхнула вспышка света». «Когда свет погас, Линк вскоре понял, что теперь он появился в середине леса Гервинт». «Солнце ярко сияло над ним». «Вокруг него были деревья, высокие и зеленые». «Неподалеку Линк мог также увидеть остатки деревни Криквуд, которые были стерты с лица земли пожаром войны». «Любопытно, что ни один из проходящих мимо жителей деревни не заметил его присутствия в лесу». «В чем дело?» «Подумал Линк, хмурясь». «Именно тогда он вдруг заметил женщину, стоящую перед ним в тени леса». «Ей было около 30 лет». «Несмотря на то, что она была одета, как простая деревенская дева, в ней было что-то эдакое». «Линк не мог понять, что в этом мире существовали люди, способные оставить в уме впечатления, которые будут длиться всю жизнь». «Слабовольные люди голодали, гоняясь за воспоминаниями об этих людях, преследуемых ими даже во сне». «Женщина улыбалась Линку. Ее глаза сверкали, как созвездия в ночном небе. На ее лице было умаляющее выражение». «Линк собирался что-то сказать ей, которая, казалось, была единственным человеком в деревне, который смог его увидеть». «Внезапно сцена перед ним изменилась. Сельские жители исчезли. Женщина тоже. Все, что ему осталось, это пустые останки деревни Криквуд посреди леса». «Линк собирался. Идем ее. 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 Идем ее